Добрый день, меня зовут Илья Шабанов и вы смотрите телепроект I'm Live. Здесь мы собираем лучших экспертов отрасли. И сегодня мы обсудим электронную подпись, а точнее ее применение на мобильных устройствах, на смартфонах и планшетах. Во многих случаях это было бы очень удобно, как для корпоративного, так и для персонального использования. Но насколько сейчас это возможно, в каких сценариях это уже работает и как обстоят дела с безопасностью? Давайте разбираться. Итак, поехали. Добрый день, коллеги. Спасибо, что приехали и согласились поучаствовать в нашем эфире. Тема действительно очень интересная, я думаю, для многих, как для корпоративных заказчиков, так и для граждан, и для меня тоже. Чтобы нашим зрителям было понятно, расскажите чуть-чуть о себе, о своей компании и что вы ожидаете от сегодняшнего эфира. Дмитрий, давай с тебя начнем. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Гусев. Я представляю здесь компанию Infotex. Я заместитель генерального директора, отвечаю в компании за взаимодействие компании с рынком, с нашими партнерами, с нашими заказчиками. Пару слов о нашей компании, если вдруг кто еще не знает про Infotex. Нам более 30 лет. Все это время мы занимаемся разработкой и реализацией средств защиты информации, в том числе криптографических. Это один из наших основных профилей. Мы делаем разную криптографию, в том числе и самую современную, квантовую. Но сегодня здесь я буду рассказывать, в том числе и делиться опытом о наших разработках в области инфраструктуры открытых ключей и мобильной подписи в частности. Добрый день. Меня зовут Антон Милузов. Я заместитель генерального директора компании RT Labs. Наша компания занимается развитием эксплуатации систем электронного правительства, в частности, портал госуслуги. Конкретно я занимаюсь в компании направлениями электронной подписи, электронного документа оборота и развитием системы идентификации и аутентификации. Надеюсь, что мы сегодня поговорим про сценарий применения подписи на мобильных устройствах. И, соответственно, немножечко расскажем о том, в каких случаях, какие есть нюансы работы с мобильной подписью, чем одна технология отличается от другой именно с точки зрения конечного пользователя и каких-то жизненных ситуаций. Спасибо. Продолжение следует... Мы много взаимодействуем, по сути дела, со всеми российскими игроками рынка электронной подписи. Являемся производителем ключевых носителей, которые для электронной подписи достаточно важный элемент, но как минимум наиболее заметный, потому что это физическая вещь, которую люди держат в руках. Мы делаем решение для мобильной электронной подписи, универсальной, которая позволяет работать и на обычном дистопе или ноутбуке, и на мобильном устройстве. И мы тут попытаемся во время нашей дискурсии вместе с коллегами понять, как нам сделать так, чтобы мобильные решения электронной подписи стали удобнее, безопаснее и расширить сферу применения этих технологий. Потому что чем больше будет электронной подписи, тем, наверное, лучше и удобнее будет обыкновенным людям, бизнесменам работать со системами электронных документов оборотов. Спасибо огромное. Надеюсь, сегодня получится интересная и продуктивная беседа, диалог. Добрый день. Станислав Смышляев, заместитель генерального директора компании CryptoPro. Наша компания больше 20 лет разрабатывает, развивает, исследует, внедряет средства электронной подписи как для стационарных компьютеров, так и в последние несколько лет для мобильных устройств. Тема мобильной подписи является очень многогранной, непростой. Для пользователя в основном все решения, которые есть и будут, должны быть максимально простыми, но внутри, с учетом тех задач, которые возникают в этой области, они являются весьма насыщенными криптографией, теорией, наукой, инженерными составляющими решениями. О том, как эти решения развиваются, о том, какие мифы их окружают и какие из мифов необходимо развеивать на раннем этапе, мы сегодня с нашими друзьями, партнерами, коллегами поговорим для того, чтобы у вас было больше понимания, как эта область устроена и куда она движется. Спасибо. Доброе утро, коллеги. Меня зовут Денис Каленберг, я основатель и генеральный директор компании SafeTec. Нашей компании уже 13 лет и, наверное, около 10 из них мы занимаемся конкретно мобильной реализацией электронной подписи. Порядка 15 миллионов конечных пользователей мы оцениваем, общее количество этих пользователей, как в банковских цифровых каналах, так и в различных бизнес-кейсах, связанных с квалифицированной электронной подписью. Причем имеем опыт работы как в Российской Федерации, так и в СНГ, так и в дальнем зарубежье. Поэтому очень надеюсь, что наш опыт также будет полезен в рамках текущей дискуссии и вы, как слушатели, получите интересную для себя информацию. Спасибо. Спасибо, коллеги. Давайте начинать. Для наших зрителей хочу напомнить, что в трансляции есть чат. Обязательно пишите свои комментарии или вопросы по ходу. Мне будут их передавать и мы будем отвечать на ваши вопросы. Также по ходу у нас будет 5 вопросов. Обязательно голосуйте. Нам очень важна от вас обратная связь на очень интересные темы. Итак, давайте начинать. Хочу чуть-чуть издалека начать, чтобы было понимание, что все-таки такое мобильная электронная подпись. Есть понятие дистанционная электронная подпись. Что это такое и какие у нее есть типы? Потому что есть облачная электронная подпись, есть мобильная. Дмитрий, наверное, с тебя я начну. Действительно, мы привыкли все говорить о мобильной электронной подписи, но если обратиться к правоустанавливающим документам, собственно, такого термина нет. Юридически такого термина нет. Есть термин дистанционной электронной подписи. Точно так же, как и сразу скажу, нет понятия облачной электронной подписи, хотя его тоже очень часто используют в быту, в диалоге. И, более того, даже в разных мероприятиях мы регулярно обсуждаем тематику реализации облачной подписи. Но если вернуться к термину мобильной электронной подписи, то по-простому можно объяснить этот термин следующим образом. Это механизм, который должен быть у пользователя всегда при себе, на его мобильном устройстве. Собственно, почему мобильная электронная подпись? И, собственно, этот механизм, который должен позволять человеку, как это написано в федеральном законе в 63-м ФВЗ, который у нас регулирует, собственно, область применения электронной подписи в России, этот механизм должен позволять человеку подписывать электронные документы и, собственно, делать это таким образом, чтобы выполнялись все требования федерального закона, чтобы выполнялись требования соответствующих подзаконных актов, требования ФСБ России. И в этом случае такая подпись может признаваться полным аналогом собственноручной подписи. Ну, так как мы все уже привыкли пользоваться электронными услугами, электронным документом в том числе, это важно и для граждан, для физических лиц, это важно для предпринимателей, для юридических лиц, то, соответственно, вот интерес к этому механизму, он из года в год только увеличивается, все больше сервисов разнообразных появляется на мобильных устройствах. Ну, и мы логичным образом, естественно, хотим и желаем и электронную подпись тоже иметь на своем мобильном устройстве. Ну, вот, собственно, да, если говорить о том, что мы сегодня будем обсуждать. Да, какие типы есть у дистанционной электронной подписи, вот есть мобильная, о чем мы сегодня будем говорить, что очень подробно, есть облачная, есть классическая, так скажем, да, которую мы там на эндпойнте, на ноутбуке, что используем, принципиальные отличия там, какие, Станислав? Ну, коллеги, давайте здесь в части термина, пусть действительно, как Линдер сказал, неопределенных нормативных актах, но при этом использующихся в быту и логичных тоже хоть как-то для себя определять. Мобильной подписью я называю действительно все то, что может использовать с помощью мобильного устройства. Вот, пользователю, по большому счету, наплевать, как оно устроено, хранится ли его ключик у него на устройстве, или он хранится в облаке, есть дистанционный доступ к нему. Мобильная подпись – это все, что связано с возможностью использования подписи с помощью мобильного устройства. Дистанционная подпись, или в скобочках «облачная», как ее называют между собой неформально, это одна из технологий, которая позволяет реализовывать подпись с помощью мобильного устройства. В этом случае ключ хранится на стороне сервера, а доступ к нему с помощью безопасной, хорошей криптографии осуществляется с помощью мобильного устройства. То есть на мобильном устройстве хранится только ключ доступа, а сам ключ хранится в облаке. Ну, собственно, именно этот тип подписи дистанционный, он в текущей редакции Федерального закона 63 присутствует как отдельно выделенный, к нему будут предъявлены коллегами из ФСБ России отдельные требования, и это будет отдельный тип, ну, тип подписи говорит не всем корректно, тип средств электронной подписи, которые для своего использования требуют как дополнительной сертификации, так и дополнительной аккредитации тех УЦ, которые такую услугу предоставляют. Ну, повторюсь, отступим немножко назад. Пользователю, по большому счету, неважно, где хранится его ключ, главное, чтобы он был надежно защищен и чтобы с ним было удобно работать. И вот здесь начинаются вариации. Есть разные технологии. Дистанционная, как я уже сказал, локальная, когда ключ хранится прямо на телефоне, гибридная схема, когда ключ хранится на телефоне под защитой ключа, хранящегося на сервере, распределенная, когда ключ хранится, в принципе, стоящий из двух частей и на клиенте, и на сервере. Вот эта критографическая кухня довольно непроста, довольно сложна, требует довольно серьезных профессиональных дискуссий, потому что именно от нее зависит как то, что, например, пользователь делает в случае, если он потерял устройство, как то, насколько он может доверять своему, хранить своего ключа в случае, если он не доверяет, например, серверу, с которым он взаимодействует, и так далее. Вот это начинается уже то, что называется в нашей области модель нарушителя, аспекты модели нарушителя, и сертификация производится с учетом этих аспектов. Нам, наверное, не нужно погружаться сюда глубоко, но, я думаю, всем пользователям интересно и важно понимать, как именно защищенных ключ принципиально. То есть, например, если они случайно там оставили свой телефон вместе с каким-то устройством дополнительно внешним в кафе на час, потом вернулись и обратный телефон забрали, значит ли это, что им нужно ключик отозвать, или они могут быть уверены, что даже если они это не сделают, то если уже их квартиру не продали, то не продадут и в ближайшее время. Ну вот надо понимать, где все-таки ключи, на самом деле, они в облаке, они на устройстве, или они там на отчуждаемом каком-то носителе, или где-то, возможно, там еще, да, на сим-карте мы потом, я думаю, об этом еще, о всех возможностях поговорим. На практике чаще всего сейчас такой, де-факто, стандарты какие, Денис, по именно, по стерилизации мобильной электронной подписи? Стандарты кого? Ну, отрасли, отрасли я имею в виду, то есть, не государственные, конечно, как вы делаете? Из того, что мы видим, работая с крупными заказчиками, одним из важнейших требований, которые вот конкретно наши клиенты предъявляют, это является наличие, во-первых, СДК, потому что бизнес, особенно крупный бизнес, не очень любит пользоваться универсальными приложениями, ну, что приложение мобильной электронной подписи может быть универсальным, которое подходит для огромного количества бизнес-кейсов, работает с огромным количеством удостоверяющих центров, и, по сути, имеет некую такую типовую форму, которая, естественно, не оптимизирована под какие-то бизнес-сценарии. Соответственно, очень важно для бизнеса иметь какое-то свое приложение, брендированное так, как им надо, оптимизирующие клиентский путь под конкретную задачу, убирающие все развилки возможные, там, по выбору удостоверяющих центров и так далее, и так далее. Вот, это вот один из важных, одно из важных требований. Второе, ну, естественно, бизнес хочет понимать, что его риски по оспариванию клиентам такой электронной подписью минимальны, то есть она полностью соответствует требованиям законодательства, решения сертифицированные и так далее, и так далее. Да, об этом мы попозже еще поговорим обязательно. Ну, смотрите, вот давайте сейчас чуть-чуть вернемся назад, я попрошу вывести на экран наш слайд по статистике использования электронной подписи, что Россия, вот мы видим по данному телеканалу об ЭП и УЦ, да, у нас на текущий момент, вот на конец октября, что выпущено 19 миллионов сертификатов, да, электронной подписи. Вот ты, Денис, говорил там, что 15 миллионов – это мобильные, да, это как немножко, не бьются цифры, то есть или здесь чуть-чуть как бы разные, да, и чуть о разном. Это, конечно же, о разном, потому что, когда мы говорим про мобильную электронную подпись, это не только квалифицированная электронная подпись, это электронная подпись, в том числе неквалифицированная, использующаяся в огромном количестве сценариев. Я сейчас говорил в том числе, например, про банковскую сферу, про подтверждение банковских транзакций клиентами. И, естественно, что все эти, ну, практически все эти ключи электронной подписи, которые там используются, в этой статистике не присутствуют. Ну да, это статистика по квалифицированной электронной подписью, а мы говорим чуть шире. Ну, насколько я понимаю, да. Прошу прощения, если говорить про квалифицированную подпись, с нашей точки зрения, вот по нашей технологии сейчас около полутора миллионов. По нашей технологии есть еще другие. Хорошо. А в целом есть какая-то оценка, вот если посчитать всю мобильную электронную подпись, которая сейчас используется, где-то, наверное, надо аж ториентироваться на 15 миллионов. Или, может быть, меньше, меньше, больше? Нет, меньше, меньше, конечно, 13 миллионов. То есть, ну, еще раз повторюсь, вот по конкретно MyDSS технологии на базе НИО, наверное, где-то порядка полутора миллионов. Это вот так, плюс-минус. Полутора миллиона. Дмитрий, хотел что-то добавить. Я хотел добавить, что есть большой рынок дистанционного банковского обслуживания, где электронные подписи, не квалифицированные, изначально применялось широко. Это, на самом деле, самый старый рынок в использовании электронной подписи вообще в России в целом. Мы на предыдущем эфире про электронную подпись уже вопрос поднимали. Как бы из него выросла, по сути дела, как бы бизнес электронной подписи в России. Еще раз спасибо, как бы, банковскому сообществу за то, что они первыми начали применять российскую криптографию так широко. Вот. И если говорить про юридических лиц, которые используют электронную подпись ДТБО, в том числе и мобильную подпись, там используются с каждым годом все шире и шире. Есть механизмы хранения ключа. Механизмы хранения ключа, они разнообразные, но если так разделять их совсем просто, да. Это хранение ключа, как Станислав правильно сказал, распределенное, которое очень интересно решает проблему безопасности. Хранение ключа, собственно, на мобильном устройстве или ключа расшифровки ключа. Второй кусок и третий кусок. Наиболее универсальный, но требующий больше затрат, это хранение ключа на чуждом носителе. Сейчас, слава богу, технологии, которые появились за последний год, вернее, технологии, которые не то, что они и раньше были, на некоторые западные вендоры, то же самое, пооткрыли возможность работать с NFC-картами, на C-токенами, на своих устройствах. И, в принципе, мобильная платформа Android и iOS позволяет сейчас бесконтактно, при помощи среди церковного устройства, который может внутри себя хранить ключи и квалифицированной электронной подписи, делать подписи на тех платформах, которые наиболее распространены. Поэтому новый шанс такой, который долго от нас все ждали, когда мы можем при помощи одного устройства, на котором они отключили квалифицированные электронные подписи, делать подтверждение и делать подпись и на обычном компьютере, и на мобильном устройстве. Это такой кейс, который еще три года назад, в принципе, был недоступен, но сейчас с появлением сертификата, с появлением технологии это стало возможно. И прям огромное спасибо почти всем, кто здесь сидит. Все российские вендоры, которые используют квалифицированную криптографию для квалифицированной электронной подписи, они могут работать с ключами на самом устройстве и с ключами на отчуждаемом носителе. Это расширяет поле возможностей для тех людей, которые хотят использовать квалифицированную электронную подпись. Да, хорошо. Давайте мы сейчас для наших зрителей запустим вопрос номер один и спросим у вас, хотели вы что использовать и подписывать, вернее, документы с электронной подписью непосредственно на своем смартфоне или планшете на мобильном устройстве, потому что на ноутбуке, я думаю, и так многие делают. Речь именно о мобильных устройствах. Пока аудитория голосует, я хотел бы все-таки прямо о сценариях, о схемах чуть-чуть поговорить. Все звучит очень удобно. Например, у меня у самого есть такая потребность, например, для штукерного документа оборота по компании. Удобно это было бы делать на своем смартфоне, как, например, я сейчас подписываю все банковские платежки, работаю с банковскими штоперациями, так же было бы удобно работать и с ЭДО. Но пока, например, я этой возможности не вижу. Что для этого надо? И главное, как вот, может, прямо по пунктам это должно работать? Или уже работает? Да, уже работает. Да, Денис, как? Ну, на самом деле, для этого нужно, по сути, создать систему мобильного электронного документа оборота, имеющую мобильный клиент со встроенной технологией мобильной электронной подписи той или иной. Соответственно, ну, сейчас не буду удаваться рекламу, но у нас такая технология есть, то есть позволяющая предпринимателям со своими сотрудниками, контрагентами, там, самозанятыми и так далее, выстроить электронный документ оборот в смартфоне. Поэтому технология-то есть в наличии, доступна на рынке. Ну, вот одна из схем, как я понял, о которой ты только что сказал, когда сам производитель, ну, вот, например, системы документа оборота или банковского приложения, он сам встраивает некое HDSDK для мобильной подписи, и это как бы функция этого приложения, да, вот, встроенная. Какие еще есть варианты? Да, Антон. Вот Денис сказал, отвечая на предыдущий вопрос, насчет того, что клиенты, а именно банки, там, ну, в общем, корпоративные клиенты очень не любят, значит, использовать универсальные приложения, они бы хотели, значит, чтобы у каждого было свое приложение. Вот, но на самом деле, с точки зрения пользователя конечного, иметь 10 приложений, в котором в каждом свои ключи, да, поскольку пока у нас технология, действительно, вот, дистанционной облачной подписи еще не заработала, с точки зрения квалифицированных сертификатов, для пользователя это, конечно, немножечко затруднительно, потому что у него, получается, десяток приложений, в каждом из них квалифицированный, возможно, ключ, там, на который выдан сертификат, и ему нужно следить за тем, что у него они все, там, не истекли, что ему он вовремя их продлил, соответственно, или если вдруг он, там, устройство, не дай бог, утратил, или, там, они каким-то образом скомпрометированы, то ему нужно отозвать уже 10 сертификатов, еще надо вспомнить, какие УЦ ему, в каком случае его выдавали, это не всегда очевидно. Поэтому для пользователя, возможно, и универсальные приложения, более подходящие и более удобные, понятно, что это от бизнес-процесса зависит, и от того, насколько он бизнес-процесс строен. Ты говоришь именно об отдельном приложении, которое взаимодействует с... Ну, например, да, ну, то есть отдельное приложение, или, там, например, серия, возможность использования нескольких приложений для одного и того же сценария документа оборота. То есть когда, например, есть система документа оборота, которая интегрирована с технологией мобильной подписи, и, соответственно, пользователь может использовать как универсальное приложение, так и приложение какое-то там брендированное. Это вполне реальная история. Ну, собственно, я единственное, что хотел бы добавить, чтобы мы вот, мы сейчас уже так обсуждаем достаточно глубоко, по поводу ключей, сертификатов, подписей. Здесь очень важно понимать именно, что ключ, да, это вот так, информация, которая защищаемая и которая хранится в секрете. Сертификат — это документ, который выдает удостоверяющий центр, который подтверждает, что этим ключом владеет конкретный человек, конкретное лицо. А сама электронная подпись — это связанная с конкретным документом, поступившим, собственно, тоже там информация, которая связывает владельца уже этого ключа. Да, я думаю, многие путаются. Да, да, здесь просто, когда мы говорим электронная подпись и ключ, здесь очень важно не путать их и, собственно, обсуждая там хранение тех или иных объектов на разных... Ну, в твоей схеме получается, что непосредственно ключи именно электронной подписи, они находятся на хранении в отдельном приложении. Я правильно понял? Ну, если говорить про конкретный госключ, да, ключи подписи хранятся в приложении, формируются в приложении, и хранятся в приложении, когда его не покидают, а ключи защиты ключа хранятся в бэке, в специализированной системе для защиты. Если, ну вот, с моей точки зрения, опять-таки, да, что, возможно, выглядит чуть-чуть страшновато, когда у тебя на одном устройстве и ключи находятся, и вся информация, да, и кажется, что если я это потеряю, то как-то это выглядит прямо, ну, по крайней мере, у меня возникает некая паранойя. Как, может быть, добавить безопасности и сделать эту схему, вот, схемы, о которых вы сейчас рассказали, более секьюрными, более безопасными? Илья, вопрос не вырос в глаз, вопрос очень правильный. И действительно здесь вот мы все собравшись, наверное, круглых слов, наверное, 10 или 15 провели, обсуждая как раз то, а вот куда дальше двигаться, чтобы, не уменьшая удобство пользователя, добавлять безопасность с учетом того, что мобильные устройства у нас валяются там на столе, в кафе и прочее. Это очень важная проблема, и это связано с тем, что как только там будет хоть один случай, когда что-то произойдет, какое-то мошенничество из-за кражи телефона или временного доступа к телефону, это будет и компрометация репутации компании, которая сделала это решение, и это большие проблемы для пользователя, и, конечно, мы все очень сильно за это переживаем. Какие есть подходы к тому, чтобы эти угрозы минимизировать? Я бы сказал даже, что не просто минимизировать, а сделать их зачастую даже гораздо менее реализуемыми, чем в случае стационарного компьютера. Дело в том, что кроме технологий, которые уже рассказал Дмитрий Горелов, это использование отделяемых читаемых носителей, которые хранят ключ в неизвлекаемом виде, которые используются смартфоном, например, по NFC, либо через порт устройства, и которые всегда на себе хранят ключ, никогда не выдают его наружу, и сохранность ключа зависит только от этого самого носителя. Это понятная история. Она является действительно для многих областей применения повышающей безопасность до достаточной степени, но у нее есть очевидный минус, собственно, то, что не все пользователи хотят носить дополнительный токен. Есть разные сферы применения, есть разные пользователи, одни используют электронную подпись каждый день, другие раз в год, понятно, что у каждого своя кухня. Есть другое направление, которое, в частности, вот нами с коллегами из Госключа параллельно развивается. Это технологии, связанные с как раз распределением доверия к ключу между телефоном и сервером. Дело в том, что такой, в чем-то, наверное, идеальный по отношению к угрозе утери телефона вариант с хранением на сервере сопряжен, очевидно, с доверием к серверу. И если мы храним ключ непонятно где, условно говоря, то, конечно, здесь угрозы есть совершенно другие. Уже не утери телефона в кафе, а доверие к администратору сервера. Кто контролирует эти все ключи? Совершенно верно. Есть дополнительные меры, они прорабатываются как раз в требованиях, которых я сказал, которые ведут в обозревом будущем. Это хранение ключей в HSM, в которых нельзя извлечь ключи, если пять администраторов одновременно не подойдут, не выткнут свои карточки в HSM. Но все это в любом случае доверие к некой серверной стороне, которая для пользователя не видна. Альтернативный вариант, другая крайность, это хранение полностью на телефоне. Действительно, тогда, либо если на телефоне, на андроиде, например, есть какой-то вирус, который просто считывает память и отправляет ее в канал, ну, ключ попадает в канал, это беда. Поэтому решение, которое развиваем, вот мы, компания КриптоПро, наши коллеги из Газключа, параллельно независимы, это как раз хранение на телефоне информации, которая необходима для формирования подписи, но недостаточно. То есть для того, чтобы сформировать подпись, нужно использовать часть ключа, храняющуюся как на телефоне, так и на сервере. И до совершения операции требуется аутентификация пользователя на свой ключ, как локальная, так и дистанционная. То бишь ввести пароль, который не просто защищает от какого-то базового перебора, но и действительно позволяет блокировать любое взаимодействие. Тут есть, опять же, разные варианты. Можно хранить ключ, как коллеги делают из Газключа, на телефоне, шифруя его с помощью ключа на стороне сервера. Это прекрасный вариант. Единственный небольшой, даже не минус, а точка для улучшения, это то, что в момент операции ключ возникает все равно в памяти на короткое время. Альтернативный вариант, очень сложный, очень трудоемкий, криптографический, научный. А это полноценное хранение двух независимых частей ключа, которые никогда не собираются вместе, а используются в рамках одного протокола. Это сложно, это дорого, но это такой некий шаг вперед, к которому мы все вот тоже движемся. Соответственно, в этих случаях мы можем более аккуратно уже говорить про доверие к устройству, к серверу, и говорить о том, что, например, в случае утери устройства можно мгновенно заблокировать ключ, а не просто джать артификат. В случае, если потеряно устройство, можно проверить, а были ли операции за это время с ключом и так далее. Это позволит очень многие риски существенно уменьшить. Примерно позволяет уже, а позволит еще сильнее, когда мы технологии еще продолжим дополнительно дорабатывать. Это все уже работает, уже сертифицировано многие из таких решений, но продолжает развиваться. Опять же, для пользователя это останется, я надеюсь, прозрачным и, в общем-то, наверное, даже непонятным. Он подписывает документ, нажимает кнопку, и все хорошо. А технологическая часть на нас, на всех. Дмитрий, что добавишь здесь к тому, что Станислав сказал? Достаточно сложно добавить. Сейчас Станислав так это широко все это описал. Действительно, мы многие годы на разных площадках устраивали такие диспуты на тему, значит, как лучше делать, там, локальную подпись реализовывать, или удаленную подпись, ну, в смысле, облачную на стороне сервера. Но, в целом, я полностью согласен со Станиславом, что, в общем-то, по большому счету для конечного пользователя здесь серьезной разницы нет. Он в любом случае взаимодействует с неким приложением. Как уже было сказано, это может быть клиент системы документа оборота, либо это может быть просто отдельное приложение, которое умеет работать с какими-то стандартизованными типами файлов, в которых, собственно, документы хранятся, там, PDF, не PDF, и так далее, и так далее. И вопрос вот про ключи, это действительно наша забота разработчиков, как сделать таким образом, чтобы, собственно, на мобильном устройстве реализовывались операции электронной подписью. В любом случае на устройстве хранятся ключи, значит, здесь, наверное, следует для тех наших слушателей, которые, в принципе, не очень эту историю пока еще понимают, пояснить, что, в отличие от обычного ключа, электронный ключ обладает одной большой неприятной особенностью, его действие ограничено во времени. И вот эта особенность, она с собой тянет очень много разных технологических сложностей в реализации электронной подписи, потому что перед тем, как применить ключ, я должен проверить его валидность, да, что он не, собственно, не выведен из употребления, грубо говоря, не прокис, это тоже требует реализации определенных нетривиальных технических решений на стороне пользователя в том числе. То есть, поэтому, в любом случае, ключи у нас где-то хранятся, к ключам подписи применяются, собственно, ключи защиты, ключи никогда не хранятся, электронные подписи в открытом виде. И вот эта вся машинерия, да, она просто вот в какую кучку сложить ее, да, то ли полностью реализовать на мобильном устройстве, да, ключи электронной подписи там и закрыты, ключ, подпись, собственно, с помощью которого реализуются электронные подписи и сертификат, ключи о подписи все хранятся на мобильном устройстве, хранятся тоже в защищенном зашифрованном виде. Но есть вот та история, которую сказал Станислав, что в момент проведения, собственно, операции подписания документа ключ на какое-то небольшое время появляется в памяти, ну, иначе, собственно, устройство не сможет им воспользоваться. И здесь, да, здесь появляются определенные риски. Но, еще раз повторюсь, действительно, для пользователя мы стараемся делать эту историю полностью прозрачной. В любом случае сначала авторизуется приложение, собственно, дальше выполнять операцию электронной подписи, и где она там, собственно, физически выполняется на устройстве или на сервере, ну, в общем-то, для пользователя не так важно. Наша уже проблема и задача сделать это надежно и безопасно. Поэтому здесь, в общем-то, больше особо добавить нечего. Все мы это умеем делать. Есть много примеров приложений, и таких, и таких. И вот дожидаемся, собственно, появления уже согласованных требований к реализации дистанционной, облачной подписи. Технически мы уже к этому готов. Ну и, соответственно... Здесь, да, уже пошли комментарии из аудитории. Есть много вопросов по безопасности. Есть вопрос от Евгения, какие решения уже имеют действующий сертификат в случае хранения ключа не на устройстве владельца. Ну, здесь, смотрите, не на устройстве владельца, если смотреть наиболее так узко на этот вопрос, это дистанционная подпись, которая сейчас выделена в отдельный совершенно трек, требует отдельных требований, и сейчас их по умолчанию нет, потому что требований нет. На самом деле такие решения были до того, как были правки в федеральный закон внесены, которые выделяют в отдельное. Но это уже, по сути, прошлое. Технологии есть, и у нас, у коллег Инфотекса, там, было в то время у нас критопрода DSS решения, которое было сделано для вот такого типа. Естественно, что технологии эти никогда не делись, ждем требований, и потом будем их выполнять и получать новые сертификаты. Но если говорить про решения, которые в целом позволяют хранить ключи, как локально, так и на токене, так и в определенной схеме, то, в общем-то, ну вот Дмитрий уже сказал аккуратно, что все из партнеров поддерживают разные варианты. Ну вот, раз вопрос возник, скажу, что произнесу название нашей компании. Как это про CISP, как решение, которое поддерживает работу на обильных устройствах, было сертифицировано очень давно, в частности для электронной подписи. А вот набор вариантов хранения ключа, он расширяется. Это и поддержка новых носителей с NFC, с проводком и так далее. Это очень хорошее, важное направление, которое позволяет безопасно хранить ключи. Это и варианты дополнительной защиты ключей. Эти решения сертифицированы, и они развиваются. Мы в будущем выделим, опять же, еще секунды рекламы, собственно, я думаю, видимо, где-то нам просто уместно. В решении с названием CryptoPro ключ, которое будет в себе содержать все варианты работы с подписью на обильном устройстве, для того, чтобы пользователям были наиболее единообразные интерфейсы, у разработчиков единообразные интерфейсы внедрения SDK, а вот технологии, которые под капотом живут, это отделяемые носители, хранение локальное, если кому-то это вдруг почему-то надо для УНЭП, например, все распределенные варианты дистанционные были уже под капотом и настраивались в зависимости от системы. Ну, собственно, и, естественно, сертифицировано решение Госключ, которое является самостоятельным решением у коллег из Верта Лапс, и, естественно, тоже полноценно работает, работает с хранением ключа в максимально безопасном виде, в распределенном виде, поэтому сертифицированные решения есть, они применяются, они развиваются. А вот дистанционные, мы, по сути, ждем требований, как только, как я сказал, они появятся, мы все технологически готовы, готовы в часть решений, криптографии, лабораторий, как только требования появляются, думаю, очень быстро появятся и ТЗ, и отчеты на стороне регулятора. Да, вот здесь, кстати, что интересно, еще комментарий от Вячеслава, он обращает внимание, что в тех схемах, о которых вы говорите, все это очень сильно зависит от соединения с интернетом, и если у нас его нету по каким-то причинам, то значит, мы уже мобильной электронной подписью не можем пользоваться, что верно, то есть мы не можем подписать локальный документ, даже если архитектурная подпись у нас на самом носителе есть. Отличный вопрос, чтобы нас можно на него ответить. Да, да. Ответ-то он и есть у всех нас, то есть мы говорили, собственно, о двух основных способах реализации, в том числе и о локальной мобильной подписи, мы все с нее, собственно, начинали, реализуя свои, из КЗИ, и до сих пор есть в портфолио наших компаний соответствующие криптографические средства, Infotex, CryptoPro, которые позволяют совершенно спокойно реализовывать именно локальную мобильную подпись путем установки соответствующего приложения на мобильное устройство, будь то смартфон или планшет. Далее стоит задача перед пользователем получить, выработать сначала вот эту связку, значит, закрытый ключ, получить сертификат. Это все тоже можно проделать, значит, мобильное устройство. Если нет связи, да, то соответствующий обмен можно произвести через отчуждаемый носитель, через обычную флешку. Да, это не очень просто, ну, с точки зрения выполнения всего этого регламента, потому что ножками куда-то съездить, что-то получить, установить. Но после этого ты получаешь реализацию локальной мобильной подписи, подписываешь любые документы. Варианты, в общем, есть. Да, есть. Быстро пойдем дальше. Интересный был кейс, который Сбербанк пиарил как раз-таки на базе технологии вот наш, совместный с CryptoPro. Документ, подписанный в Северном Ледовитом океане с борта ледокола в отсутствии связи, как раз-таки был сделан при помощи мобильной электронной подписи. И это довольно широко когда-то пиарилось, можно даже в интернете посмотреть. Может, интересный кейс, да. Ну, вообще электронная подпись, вообще штука замечательная. Я помню, что один из самых таких красивых пиар-ходов был. Много-много лет назад, помнишь, СМКС было, там еще Коля Фатеевец, Коля Фатеевец-то нас смотрит, большой привет ему. Когда коммонавты при помощи CryptoTree тогда еще подписывали документы, отправляли на Землю при помощи... Ну, это не кулицерная была просто усиленная электронная подпись, но это было. Но надо понимать, что рынок мобильной подписи, он достаточно широкий. И там есть узкие сегменты, в которых локальная подпись, там при помощи чуждаем-носителей, при помощи кросс-криптоблиотеки, которая на планшете стоит, достаточно широко стройная. Но есть такие информационные системы, это горнодобывающие, это металлургические предприятия, где высокие требования безопасности, при этом такие слои эксплуатации, в которых просто должен быть локальный планшет, на котором надо сделать подпись. Хорошую, критографическую, усиленную, в некоторых случаях даже квалифицированную подпись. Там понятно, что работает локальное решение, эти решения есть, они уже много лет эксплуатируются, в частности, у нас десятками эти кейсы измеряются. Поэтому это много лет уже существует, и ничего там такого сверхсложного нет. Эта технология мало чем отличается от технологий, которая применяется на обычном компьютере. Та же библиотека, те же носители, просто это делается в среде, в частности, мобильной операционной системы Android. Я бы добавил, на самом деле, отвечая на вопрос Вячеслава, что на самом деле рассматривать этот вопрос надо немножко шире. Когда мы говорим, а можно ли локально, нужно именно, правильно коллеги бизнес-кейс привели какие-то. Да, для каких-то бизнес-кейсов это может быть проблемой. Но вообще говоря, в массовых сценариях устройство с электронной подписью неотделимо от информационной системы, в которой обрабатывается. То есть бессмысленно подписать, нужно куда-то передать. Никакой массовый сценарий не будет работать, если пользователь должен сам где-то файл на флешке воткнуть в мобильное устройство, его перенести, открыть. То есть это вообще уже нетривиальная операция, с которой при достаточно широком внедрении будут большие проблемы. Для обычных пользователей – да. А для бизнес-целей это может быть оправданным? Для бизнес-целей просто делается. В бизнес-целях берут ключевой носитель, ключевой носитель при помощи совершенно стандартной технологии, которая для обычного компьютера сделана, пишет на токен смарт-карты. И после этого просто на мобильных устройствах происходит эксплуатация. Там просто подпись, уже информационная система настроена, и дальше все работает. Но понятно, что в отдельном контуре происходит предварительная настройка и выдача там коллифицированной или неколлифицированной электронной подписи пользователю системы. Ну, я могу привести пример кейс банковский, когда, ну, обычно это связано с дистанционным банковским обслуживанием, либо физики, либо мелкие юрики, у них, ну, у нас как бы принятая сейчас такая классическая уже устаревающая технология подпись на смс-кодах. То есть человек уехал куда-то, у него есть лэптоп с интернетом, а смс там не доходит. И, в общем, а еще очень часто бывает история, когда там в отеле выдают на одно устройство только Wi-Fi. Ну, естественно, есть телефон, по сути, в авиарежиме, и как бы ноутбук, который вроде в интернете. И вот как раз-таки есть довольно такие интересные сценарии использования мобильной подписи, начиная от сканирования QR-кода с экрана, вычисления подписи, обрезки хэша и ввода уже кода. Но так или иначе, это как раз-таки наоборот мобильная электронная подпись в данном случае это та технология, которая дает клиенту что-то подписать. Я сейчас не говорю про кэп, конечно, но ряд бизнес-сценариев очень хорошо можно улучшить, в том числе доступность банковского сервиса, в данном случае улучшается. Развивая вопрос Вячеслава, на самом деле, у нас нет обычной крайности, там, полностью нет соединения, и оно очень хорошее. Есть промежуточное состояние, когда есть соединение, оно очень слабое, там, 3G, нестабильное, и часто волнует людей этот вопрос. И что нужно отметить, что непосредственно там документ подписать, вообще говоря, при этом нетрудно, там, условно, хэш от документа, это очень короткая строка, там, 32 байт, например, подпись тоже не линей. Но дело в том, что по закону, по требованиям, по всей нашей документации эксплуатационной, наши средства, пользователь обязан иметь возможность документ увидеть перед подписанием и осознанно его полностью прочитать и подтвердить, что он вот эту визуализацию документа увидел, с ней все хорошо, и он и подписал. И трудность в части нагрузки на сеть возникает именно при передаче документа полноценного, потому что хэш передать, то есть короткое значение, трудности нет. И здесь уже не мобильная подвижность в широком смысле, а вот такие клиент-серверные решения дают некоторые дополнительные преимущества, связанные с чем? Что если у нас сам подписываемый документ, это там, не знаю, 400 мегабайт, но при этом визуализируемая часть является набором из нескольких там PDF-ок, которые можно просто посмотреть на экране, то в клиент-серверном решении, в теории, если полноценно преследовать, можно пересылать именно вот эти самые части на визуализацию. Ну или мы онлайн можем что-то увидеть. Я это приведу. Это, безусловно, требует отдельного исследования, потому что это уже тонкий момент, связанный с тем, что регулятор, лаборатория должна подтвердить, что все корректно, все безопасно, и что документ подписывается с полным показом документа. И это тоже можно делать. Такие решения, опять же, разрабатываются. Но здесь есть вопрос, очень неприятный, на самом деле, на который нет хорошего ответа, что документ не всякий можно визуализировать. Вот я точно знаю, что Антон очень много хороших примеров умеет проверить на эту тему, там, белый документ с белым шрифтом на белом фоне, там, подпись аудиофайла и так далее. То есть документы, где непонятно, что такое визуализация. Это отдельная тема, она не связана с мобильным подписчиком таковой, но при этом она, честно, с ней переплетается, потому что мы понимаем, что можно на экране показать. Это условно PDF-ка. А вот нюансы в части того, что в документе есть, но отобразить нельзя, это отдельная большая неприятная тема, из-за которой мы все, когда свои решения сертифицируем, создаем, имеем ограничения по форматам документов, имеем некие требования к этим документам, и подписывать то или иное решение может широкий набор форматов, но не все форматы ровно из-за этого. Да, ну вот здесь есть комментарии из аудитории, поддерживающие то, что говорил Антон, да, то какой смысл подписывать что-то, если у тебя нет сведения с самой системой, да, для которой ты это подписываешь. И вот, Дмитрий, для тебя тут тоже уточняющий вопрос, что все-таки люди не понимают, уточняют еще раз, а все-таки есть ли сертифицированные системы, при которых ключ хранится не на самом автомобильном устройстве, почему-то эта информация все-таки осталась непонятной. Сначала отвечу на вопрос. Да, спасибо большое аудитории за вопросы. Задавайте нам их больше, нам будет веселее на них отвечать. Есть такие решения, это именно решения, раз уж мы говорим о распределенном характере реализации такой системы. Это клиент-серверные системы на мобильном устройстве, в любом случае устанавливается средство криптографической защиты, но оно используется не непосредственно для выполнения операции подписи, а фактически представляет собой защищенный доверенный механизм доступа к электронной подписи на сервере. Для этого тоже используются криптографические механизмы, собственно, первичная аутентификация, то есть устройство должно убедиться, что, собственно, правильный человек его взял в руки и ввел правильные пароли, логины, одноразовые и так далее. Дальше идет история защиты канала, связи между, собственно, устройством мобильным и сервером, где выполняется подпись. Да, такие решения есть, они имеют сертификат ФСБ России, и, собственно, уже сейчас, вот, да, коллеги, реализуя, допустим, приложение Госключ, такие возможности предлагают, и мы все как граждане можем таким решением воспользоваться. Но, еще раз повторюсь, есть, естественно, исходное решение полностью локальной электронной подписи, и, в общем-то, опять-таки, для пользователя, пользователь в любом случае должен что-то установить на устройство. То есть ничего не делая с устройством, при этом чудесным образом как-то выполнить мобильную подпись не получится. Ну, да, это понятно. Мне кажется, вопрос был, я прошу прощения, но надо уточнить. Вопрос был, все-таки, про есть ли решение, когда ключ подписи хранится не на устройстве, которые имеют сертификат ФСБ, могут использоваться, видимо, для квалифицированной подписи. Ну, здесь имеется, наверное, вопрос, да, и про это есть отдельный вопрос. Да, таких решений пока нет, ибо, как было сказано, мы пока еще не получили окончательные требования к дистанционной электронной подписи. Соответственно, технологически мы к этому готовы, но не видя требований, мы не можем формально подать свои решения на сертификат. Ограничения, в общем, есть. Давайте выведем, наконец-то, на экраны результаты первого опроса. Мы спрашивали вас, сейчас отмотаю назад, а хотели бы вы подписывать документы, электронные подписи непосредственно на смартфоне, уже используют 32%. Да, хотели бы использовать 33%. Да, но сомневаются в безопасности 20% каждый пятый. Мы об этом дальше поговорим, что очень подробно. Не видят необходимости 10%. 2% считают, что это слишком опасно, и 3% затруднились ответить. Но, на мой взгляд, картинка такая очень оптимистичная, мне кажется, у нас очень продвинутая аудитория. На мой взгляд, вот эти варианты не вижу необходимости слишком опасно, если обратить людей на улице, скорее всего, их будет больше. У меня такая есть. Скорее всего, они спросят, что такое электронный пункт. Да, и это тоже. Даже если используют уже. Да, если используют. Они все равно спросят. Давайте мы тогда сразу запустим опрос номер 2. Какие операции вы не готовы доверить с мобильной, с электронной подписью. И пока вы будете голосовать, мы как раз немножко о плюсах поговорим, да, и потихонечку будем двигаться в сторону оттверждения рисков как раз. Можно маленький комментарий по поводу того, что продвинутая аудитория, и там не все готовы. Если выйти на улицу, то, скорее всего, будет еще меньше. Не совсем согласен, потому что мы видим довольно интересные кейсы, использованные мобильной и электронной подписи, в том числе, например, в процессах кредитования. И я не знаю ни об одном случае отказа от кредита человека, которому в банке попросили установить себе на телефон мобильную подпись, ну, собственно, приложение для мобильной подписи, там, генерировать ключи, там, и так далее, и так далее. Никто не отказывается, если нужен кредит. Вот, поэтому, говорит, нет, я ваши деньги не возьму, я беспокоюсь о безопасности своих ключей. Ну, вот как раз вопрос второй, он как раз об этом. Сейчас узнаем, правда ли нет. Что мы узнаем. Я хотел от себя сказать, что, на самом деле, многие пользователи могут не догадываться и не знать, что они, на самом деле, уже используют мобильную штукеронную подпись. Я буквально вчера, когда готовился к эфиру, я как раз осознал, что я начал ее использовать достаточно давно. Это было в приложениях брокеров, да, вот которые, на самом деле, когда ты подписываешь любую операцию там на покупку или продажу ценных бумаг, ты делаешь это при помощи некой электронной подписи, которая у тебя сохранится в самом приложении. У меня, по крайней мере, так, да, у тех брокеров, которых я использую. Ну, то есть для многих это некая встроенная функция, о которой они не особо задумываются. Я бы здесь добавил, Илья, мы все, на самом деле, действительно, аудитория просто, скорее всего, не догадывается, но все мы являемся пользователями мобильной электронной подписи, ибо электронная подпись у нас бывает не только квалифицированная, усиленная, она бывает и простой. И, собственно, закон позволяет реализовать простую подпись. И во всех мобильных приложениях банковских, а мы все ими пользуемся, независимо от того, каким банком непосредственно, собственно, пользуемся, пользователь, как заказчик. Везде реализована, как минимум, простая электронная подпись. И когда мы приходим в банк и совершаем какие-то операции или совершаем какие-то операции удаленно, переводя какие-то денежки коллегам, семье, родственникам и так далее, мы все, собственно, реализуем и пользуем простую электронную подпись. В том случае, когда не используются, например, для простой электронной подписи, смс-коды, пуш-коды, которые на сегодняшний день уже, конечно, не соответствуют требованиям Центробанка, но многие банки до сих пор, к сожалению, их еще используют. Ну, наверное, не к сожалению, это просто так сложилось исторически, понятно, что всегда начинается с простых механизмов, но благо регуляторы здесь не дают никому расслабляться и указывают, как делать параллельно в следующий раз. Собственно, если уж говорить о мобильных банках, буквально вчера была новость как раз на это. Да, соответственно, указание, можно сказать, уже поступило, и да, будут реализовываться более надежно именно криптографические механизмы электронной подписи, ну, а мы с этим будем активно помогать. Да, ну, давайте, прежде чем мы там будем уже говорить о безопасности старистских, сможете со своей стороны как-то смотивировать аудиторию, кто еще вот не стал использовать мобильную электронную подпись, а все-таки какие преимущества им это дает, да, потому что многие скажут, я на ноутбуке подписываю, вроде все работает, и мне этого достаточно, да, зачем еще что-то покупать, а некоторые решения там, они и денег. Если человек устраивает подпись на ноутбуке, пусть продает ноутбуке, но это тоже мобильная электронная подпись. Да, мы об этом в самом начале поговорили, но здесь именно речь о мобильных устройствах. Ну, я бы на самом деле сказал, что самое слабое звено системы в любой практически, это пользователь. И когда мы говорим про подпись на токене, огромное количество случаев, когда, а, токены передаются бухгалтеру, сотруднику, который занимается там торгами там на площадке, оставляются воткнутыми в USB в компьютере. Никогда так не делайте. Сейчас. Никогда так не делайте. Вопрос. Кто-нибудь отдает бухгалтеру свой смартфон? Нет. Кто-нибудь. То есть для нас смартфон сейчас это то, я не знаю, мы в туалет его с собой берем, вот, переписка, деньги, я не знаю, там, вся наша жизнь это телефон. Мы его из рук практически не выпускаем, вот, поэтому как раз-таки сценарии с компрометацией ключей с вашего смартфона, с моей точки зрения, намного менее реалистичны, чем, как бы, угрозы, которые возникают, когда у вас постоянно токен в USB порту воткнут. Поэтому я, честно, не вижу разницы с точки зрения безопасности, ну, скажем так, я не вижу, чем мобильная подпись с точки зрения безопасности хуже, чем подпись, к которой мы привыкли в классическом ее варианте реализации. Вот, когда мы говорим про работу с лэптопа, я согласен, что токен скорее будет удобнее, потому что, ну, у нас большой экран, мышка, тут все, работаем и кушать оно не просит. Но когда вы в полях, вы мобильные, вы в отпуске, еще где-то, конечно же, лучше все это, все свои операции подтверждать при помощи смартфона, мобильного устройства. Ну, вот, да, с моей точки зрения, да, это где-то безопасность, хотя тут есть обратная сторона, мы об этом обсудим, но с моей точки зрения основное все-таки, наверное, это удобство, да, как описано мной в случае там с банковскими приложениями, удобно делать это все со смартфона из приложений, не открывая каждый раз там ноутбук, не лезя куда-то там на специальный веб-сайт и так далее. Я уже забыл, когда я на сайты банков вообще ходил, да, потому что, что касается именно и компаний, и своих личных, да, то есть ты все делаешь из приложения, отправляешь платежки, все подписываешь, действительно удобно. Это можно там из метро, из такси сделать, из аэропорта, откуда угодно, да, у тебя смартфон все время под рукой. Я вот такое преимущество вижу. Ну, совершенно верно, но при этом я здесь, наверное, в чем чуть-чуть бы добавил к комментарию Дениса, что вопрос, а вот нужно ли как-то пользователя там подталкивать к пользовательной подписи, если его устраивает текущий сценарий, как вот мы сейчас, первая реакция наша Дмитрия была на твой вопрос, если все устраивает его с токеном, который используется с ноутбуком, да и слава богу, то есть, значит, его сценарии успешно выполняют, проблемы у него нет, у него все работает. Честно говоря, ну, так сказать, на пустом месте выдумывать, как бы ему начать использовать мобильную подпись, если ему нет такой потребности, наверное, не надо. С другой стороны, действительно, вот как ты только сказал сам, люди, которые перешли из использования веб-интерфейса с банка своего в мобильное приложение, ну, зачастую там и остаются, используют ровно его в будущем. И это, в частности, и комментарий про безопасность. Приложения банковские, ну, я не схожу за всех, но там банки из топ-10 зачастую позволяют переводить, там, миллионов 20 через приложение с помощью подтверждения, там, по смс-ки, по кушу. По смс, да, я хотел как раз тоже об этом сказать, есть куда работать еще. И я скажу так, что, ну, не так много прям операций физлиц, которые совершают с помощью электронной подписи, которые гораздо более рисковые, чем такие суммы. Нет, безусловно, люди разные и суммы разные. Но это уже довольно серьезный порог. И при этом мы доверяем свои деньги банку, с учетом того, что они могут быть с помощью мобильных приложений переведены. Да, можно отключать, можно ограничивать, можно запрещать те или иные операции, но я не уверен, что очень многие массово это делают, а банки продолжают это предлагать, и значит, что уровень риска здесь не столь критичен. А технологии, которые мы в рамках мобильной подписи предлагаем и разрабатываем, они еще, кроме общих требований безопасности, соответствуют требованиям ФСБ России. И те неудобства, у которых, говорит Дмитрий, связанные с сменой ключа раз в год-три месяца, то, что я скажу, что еще не произносилось, и это неудобство, связанное с тем, что при открытии приложения нужно позаниматься нажатием на экран, чтобы инициализировать случайные числа в случае госключа, поводить по экрану в случае крита-про, потыкать по экрану. Но это дополнительные неудобства, нужные как раз-таки для обеспечения безопасности. И это еще больше добавляет безопасности по сравнению с банковскими приложениями даже крупнейших банков. Потому что нам приходится это неудобство добавлять, потому что требования ФСБ России есть, которых мы не можем никак отступить для доступа пользователей. Так что я думаю, что какой-то глобальной проблемы с безопасностью здесь нету. А частные проблемы и частные пути улучшения пользовательского пути, которые при этом еще безопасность повышают, мы производим регулярно. И это процесс, это не некая цель, к которой мы придем и остановимся навсегда. Мы продолжим это развивать. Да, вот, кстати, Денис сказал о том, что часто там токены где-то забывают, передают и так далее. А как в случае в мобильных устройствах происходит ты-нотификация, что ты, это именно ты, да, что ты не отдал кому-то свой там сноситель, что ты не отдал кому-то телефон и так далее. Илья, давайте я как раз отвечу. Смотрите, вот здесь на самом деле еще одним преимуществом как раз технологии мобильной электронной подписи является то, что можно весь процесс пользовательского жизненного цикла ключей и сертификатов выстроить в рамках одного мобильного приложения. То есть пользователь, не имея вообще ничего, только смартфон может получить сертификат, может получить сертификат усиленно неквалифицированной подписи, например, на основании учетной записи в ЕСЕ или там каким-то другим способом, который по закону выступит. Может получить квалифицированный сертификат там с использованием дистанционной идентификации или очной, если он, значит, куда-то там пришел. И, соответственно, тут же подписать документ. То есть весь путь от старта, от просто начала скачивания приложения, да, до подписания документа, а не когда электронная подпись сама по себе не является целью для пользователя. То есть поскольку, вот, на самом деле, основное, что мы делаем, да, и бизнес делает, на самом деле, косвенно, и вендоры, все это делается ради удобства пользователя, для того, чтобы они получили какое-то преимущество, выгоду, более, там, простую, быструю, сэкономили свое время, деньги, все. И, соответственно, вот пользователю не нужна электронная подпись никогда. Ему нужен результат в виде либо, там, подписанного документа, и даже не подписанного документа, это оказаны услуги или какого-то изменения статуса или чего-то еще. Ну да, а как проверить-то все-таки? Да, но теперь, соответственно, возникает вопрос идентификации. Здесь важно понимать, что есть несколько здесь этапов, которые из разных требований истекают. То есть есть вопрос доступа к уже, значит, полученному ключу электронной подписи. И здесь как раз в зависимости от схемы, про которую мы уже много говорили, разные технологии. Но, конечно, это обязательно парольный вход, пароль или там, пин-код, который, собственно, пользу задает. Он может защищать разное. Но в случае локального хранения ключей он может защищать ключевой контейнер, который лежит непосредственно на устройстве. В случае гибридной схемы, там, например, схема с ключом защиты ключа. Этот пароль защищает как раз контейнер с ключом защиты ключа. Соответственно, в случае облачной подписи, да, этот пароль будет защищать ключ доступа или какие-то еще варианты. Далее вопрос есть идентификации пользователя при получении сертификата. Это отдельный вопрос, да, и как выстроен здесь процесс, можем поговорить. Да, это немножко отдельная. Да, это отдельная тема. Ну, соответственно, при этом в гибридных схемах смешанных, то есть когда ключ хранится на устройстве, но еще и нужна серверная часть для того, чтобы выполнить подписание, есть еще момент, что операция должна быть одобрена с серверной стороны. Здесь зависит от конкретного устройства. Да, ну, там, например, в нашем случае, если, там, пользователю из легального источника, например, с портала услуг поступил документ на подписание, тогда операция может быть проведена. Если в такой документ не поступал, никакой операции не будет. Ну, а я могу использовать встроенные механизмы и возможность самого смартфона, Face ID, Touch ID, биометрия, вот это вот все? Это, на самом деле, вопрос именно, который связан с сертификацией средства электронной подписи. То есть, если мы говорим про то, что мы защищаем ключ с использованием вот этих системных механизмов, операционных систем, то, конечно, регулятор хотел бы видеть исследование этих механизмов. Да, поэтому, ну, на мой взгляд, это сейчас не очень возможно. Мне кажется, что, да, чтобы не путать аудиторию нашу, лучше ответить просто нет. На данный момент нельзя использовать. Да, ну, надо понимать, что все равно есть двухэтапные механизмы реализации этих задач. Да, и доступ при помощи стандартных средств, потому что все равно к телефону надо же получить доступ. Они все равно там используются, там, Face ID или что-то еще. Ну, они должны, да, его открыть, они должны открыть все равно нужно. Поэтому тут ответ и да, и нет одновременно. Потому что людям должно быть привычно и удобно, это достаточно важный момент. Еще я хотел, там, Дениса, дополнить, даже не дополнить, немножко сказать, что немного мир меняется. Спасибо большое Федеральной налоговой службе регуляторов в лице ФСБ России, что они сделали реформу, которая называется, вот такая глобальная МЧД на слово, такая волшебная появилась. Все его ругали там. А сейчас получилось так, что сейчас генеральные диктора уже перестали думать, что эта вот штучка, токен, там, как бы, эта штука, которую можно кому угодно отдавать. Немножко меняется, там, мышление людей, которые ответственны за бизнес. Вот то, что сейчас Федеральная налоговая служба выдает электронную квалифицированную подпись, электронную подпись, там, от лица своего Ц, и то, что генеральный директор понимает, что это для чего, резко повысило и доверие к электронной подписи, и люди, которые отвечают за деньги, за бизнес, стали больше понимать, что какую ответственность они несут за эту подпись. Это дисциплинирует. Да, 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 и дисциплина резко повысилась. И понятно, что сейчас у каждого бухгалтера появилась своя квалифицированная подпись для бизнес-процессов. Раньше это была подпись директора, который действительно передавал. И, собственно, сам рынок электронной подписи поменялся, и как раз вот часть этих людей, которые, кроме директора, в компании владеют электронной подписью квалифицированной, где-то они будут на мобильных технологиях, где-то на классических, но рынок в целом расширился благодаря реформе. Здесь согласен. Ну и да, по предыдущему вопросу, документ, подписанный, приходя на сережную проверку, никто не знает, был введен там Touch ID, Face ID, PIN-код и так далее. То есть, если человек, например, передал свой телефон с PIN-кодом кому-то, и кто-то за него подписал, ну, он называется сам дурак. Но с использованием технологии Touch ID, Face ID, все-таки вероятность того, что кто-то взял телефон от вашего имени и подписал документ, она, ну, я бы не сказал, что она не стремится к нулю, но она очень-очень невысокая, скажем так. Да, давайте. Извини, что буквально в комментарии. Мы всегда должны понимать, что наши технологии электронной подписи, у них всегда есть шлейф прошлых лет. И технологии электронной подписи, они не живут в отдельном мире, а есть куча информационных систем, которые поддерживают технологии, которые развивались много-много лет. И поэтому идет постепенно такое изменение ландшафта. Вот если на какой-то государственной информационной системе там пять лет назад была устроена определенная технология, люди должны иметь возможность с текущей квалифицированной подписи и даже не квалифицированной с ней работать. Это вот как бы данность, которая нам дана. И тут только вот, знаете, вот постепенный переход. Нельзя вот взять и резко обрезать. И у нас только новые технологии работают. Всегда есть вот такое там, как минимум пятилетнее, как бы вот я даже, иногда даже десятилетиями это измеряется. Ну да, у ФНС сейчас для физических лиц там как раз остались еще свои собственные электронные подписи. С внешними они вроде тоже могут работать. То есть такой, как бы они сначала по одному работали, теперь вроде уже и новые механизмы поддерживают. Ну и старые еще остались. То есть вот как раз, мне кажется, шлюстроваться того, что ты говоришь. Ну вот цель наша, как бы вот почему мы так часто общаем. Мы делаем так, чтобы каждый делал технологию, которая там прогрессивная, крутая, хорошая, да. Но вот эта совместимость с тем, что сейчас реально эксплуатируется, это, наверное, одна из самых главных ценностей. Интеграция. Вот как бы вот слово интеграция, вообще как бы в технологии электронной подписи, наверное, главное слово. Да, давайте выведем на экран результаты опроса номер два. Мы спрашивали, какие операции вы готовы доверить, вернее, не готовы доверить с мобильной, с электронной подписи. Операции с недвижимостью 29% не готовы доверить с мобильной, электронной подписи. Финансовые операции, кредиты, например, да, 10%. Кстати говоря, я думал, больше будет. Но недвижимость перевесила, потому что выбрать можно было только один вариант. Доступ к госуслугам тоже 10%. Медицинские данные 9%. Все из вышеперечисленного 27%. То есть треть не готовы доверить вот все эти операции. И что-то другое 15%. А что другое, напишите, да, вот мне прямо что интересно в комментариях, что еще вы не готовы доверять с мобильной, с электронной подписи. А тут не было варианта ответа «всему готов доверять». А, всему готов доверять. Это, видимо, другое. Ну, что интересные, на самом деле, данные. Про недвижимость это понятно. Это такая, наверное, страшилка, которая там уже в СМИ загуляла там не один раз, да, и были случаи, когда действительно риск реализовывался по продаже недвижимости, да, без участия гражданина. С кредитами, на самом деле, на мой взгляд, недооцененный риск, потому что, ну, сейчас вот много мошеннических схем, да, сходят с микрозаймами, да, когда получают доступ к госуслугам и автоматам у тебя дальше практически ты можешь понабирать кредитов в микрофинансовых организациях практически без аж ведома человека, да, уже. Но вот здесь, на самом деле, эти риски тоже возникают у нас, и надо к ним, мне кажется, быть готовыми. Ну, здесь нужно понимать, что вы сказали вместе с Денисом, ну, собственно, до этого вспомнили истории прошлой в части операции с недвижимостью, по большому счету, обращаю внимание, что в основном все-таки это классические мошеннические действия, то есть я не уверен, что был хоть один случай за все время, когда было взломано СКЗИ, там, или встраивание СКЗИ, даже если там оно, которое встраивание никогда не приходило. Вот я не помню ни одной истории, чтобы где-то когда-то итоговая угроза с мошенническими действиями была реализована за счет какого-то взлома. Из-за недостаток технологий. Да. То есть всегда это, в случае недвижимости, все истории, что были, это получение там в встречном центре лицом, которое выдавалось в другое лицо, там, с паспортом поделили, неважно как, но по сути это классическая, обычная физическая атака с получением чего-то на кого-то по поддельным документам либо по сговору. Финансовые операции и кредиты. Опять же, вот уже Денис это упоминал, слабое звено всегда, даже не прочитайте, это всегда, это пользователь, который может там свою смс-чку продиктовать, либо где-то зачем-то кому-то. Отдать ключи может прямо целиком, да, и многие просят. Если телефон отдать, честно говоря, он не сможет зачастую просто потому, что телефон ему нужен. Поэтому здесь я с Денисом согласен, что по отношению к мошенникам, вот таким обычным рядовым, там, не спецслужбам, мобильная подпись, технология, которая хорошо защищена в том плане, что, ну, привыкли все, что телефон лежит все время при тебе, и ты все время знаешь, где он. А если ты не знаешь, ты замечаешь это быстро. И, наверное, вот весь этот опрос про не готовы доверять, ну, вряд ли связан с тем, что люди именно технологически ей не готовы довериться, либо, может быть, они не сейчас задумались об этом, а скорее просто понимают, что любая технология дополнительная, любой способ дополнительного использования чего-либо для операции с недвижимостью – это еще один фронт для потенциальных мошеннических действий. Не потому что технология плоха, а потому что, ну, мошенники... – Ты увеличиваешь поверхность атаки, так скажем, да, выражаясь в таком безопасности. – Я ее не увеличиваю. Я ее в этом случае сделаю более разнородной. Мошенники могут бить в те области, где пользователи еще даже слова не знают. И пытаются, я не знаю, пользователям по телефону замусоривать мозги нужными более сложными словами. Но технология здесь никак не является слабым звеном. – В подтверждение, можно я прошу? В подтверждение слов Станислава я могу сказать, что первые два пункта операции с недвижимостью, финансовая операция – это почти 100% рынка мобильной и электронной подписи на сегодняшний день. Почти все наши клиенты – это как раз... Ну, ладно, хорошо, не почти все, но большая часть пользователей мобильной и электронной подписи – это вот эти две категории. Это раз. Второе – финансовые операции. Опять же, люди боятся самого, ну, какой-то новизны, да, в мобильной и электронной подписи. Но при этом надо понимать, что подписывая ваши транзакции, например, смс-кодом, вы, код, который вам отправляет банк, вы не можете проконтролировать, его забрали из канала, его забрали из смартфона, его забрали на фишинговом сайте. То есть, есть огромное количество технологий, позволяющие вам потерять деньги при использовании смс-кода, но при этом ни одного случая взлома технологии мобильной и электронной подписи, технического взлома не зафиксировано на рынке, но, в целом случае, мы об этом не знаем. Не, ну вот, на самом деле, эти данные мне аж интересны тем, что если просуммировать 27, 29 и 10, да, это получается 66, да, 66 процентов, если я правильно считаю. Нет, больше даже сейчас с математикой у меня стало плохо. Да, почти 70 процентов. Ну, то есть, я понимаю, что аудитория у нас, да, достаточно продвинутая, и исходя из этого, я делаю вывод, что специалисты как раз, да, они на самом деле гораздо больше задумываются о рисках, чем, как ты сказал, что на самом деле это 90 процентов всего рынка и всех случаев использования. Значит, для обычных людей это вроде как окей, а для специалистов и экспертов это вызывает, ну, как бы очень много вопросов, да. Ну, действительно, очень интересные результаты опроса. Мне кажется, они говорят о том, что по большому счету люди не то, чтобы не готовы доверить что-либо мобильной подписи, а речь идет о том, что, скорее всего, вот аудитория, которая у нас здесь отрицательно отозвалась о возможности применения мобильной подписи, на данный момент не очень задумывается над безопасностью текущих реализаций тех самых схем документа оборота. Потому что, ну, сейчас очень сложно найти организации, неважно, там, критинфинансовая сфера или еще другие организации, где бы документа оборот существовал исключительно на бумаге. Да, то есть уже у всех, практически у всех, там, более 90 процентов документа оборот в организациях в той или иной степени автоматизировано и переведено в цифру. Собственно, все государство у нас бьется за цифровизацию систем документа оборота. И вот как раз-таки отсутствие в этих системах сейчас механизмов криптографической мобильной электронной подписи, оно несет в себе очень большие риски. И эти риски часто реализуются, да, в виде взлома тех или иных систем на совершение мошеннических действий. И здесь, конечно, вот коллегам в аудитории стоит подумать в первую очередь о том, а сейчас чем вы пользуетесь, какие сейчас механизмы в тех системах, которые вы используете для электронного документа оборота, и задуматься над тем, а не пора ли все-таки в них внедрять механизмы электронной, мобильной, криптографической подписи. Здесь очень интересный комментарий от Павла. Он пишет, что если человек уже получил себе столбочную электронную подпись, подписал нужные документы, забыл, ну, например, для кредита в банке, да, а потом эта подпись где-то лежит, и пользователь об этом забыл. И он не знает, как бы, где она вообще в приложении на сервере. Да, да, ключ. Да, и, собственно, вот для него это опасно, да, вот как вы соответите на этот вопрос. И действительно, вот у меня даже у самого, я думаю, у вас тоже у всех, да, вот особенно тебе там в одном банке выдали, да, электронную подпись, в другом банке, да, а потом заходишь на госуслуги, ты видишь эти подписи, я вот периодически их отзываю, потому что, ну, как бы, зачем, да, я уже воспользовался, все, они мне не нужны. Все-таки, я видишь сертификаты. Да, 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 ты можешь отозвать их, но у кого-то они лежат, да, и, собственно, злоумышленник, потенциальный мошенник может, наверное, получить к ним какой-то доступ. Это как раз вопрос надежного хранения ключа и почему, собственно, срок действия ключа ограничен, да, там достаточно, в зависимости, понятно, от носителя, но, в общем, достаточно коротким сроком. Понятно, что если эта технология какая-то не сертифицированная или, там, это какое-то хранение где-то в облаке на сервере ключа без какого-то нормального контроля доступа к нему, ну, это безобразие, но, на самом деле, последние, там, мне кажется, последние годы это достаточно серьезно, такое количество таких случаев снизилось, в общем, с учетом реформы 63-го федерального закона, в общем, эти механизмы все менее, как бы, принимаются бизнесом для реализации, то есть о пользователях все-таки думают. А если речь идет про, там, сертифицированное приложение, устройство или, там, какой-то токен, то от того, что человек получил сертификат и он у него, там, этот ключ хранится надежным образом, да, в течение срока жизни, ну, ничего страшного не произойдет. Понятно, что если утерян носитель, правильно отозвать сертификат, чтобы ничего не произошло, это везде написано. И это как раз к вопросу о количестве вот этих вот средств подписи и количестве, там, мобильных приложений, устройств и так далее. Если каждый контрагент, каждый бизнес будет требовать от меня, значит, получить в его приложении ключ сертификат, то, конечно, это, конечно, тем, что, ну, я забуду про какой-нибудь. Конечно. Да, но это баланс. Здесь все-таки следует пояснить для нашей уважаемой аудитории, что когда мы говорим о клифицированном, о клифицированной электронной подписи, клифицированном сертификате, вот только в этом случае закон требует размещать информацию о таком сертификате. Соответственно, на госслугах я в личном кабинете вижу, что я в рамках какого-то процесса получил клифицированный сертификат, я могу его в том числе и отозвать. Не только? Нет. Еще и неквалифицированные сертификаты госключа тоже обещают. А остальные мы просто там вообще не видим. Да, и используется электронная подпись, да, при этом она тоже реализуется на, в том числе и на сертифицированных рептографических средствах, но такие ключи действительно, вот они по закону не должны отображаться. Ну да, вот, кстати, сертификаты брокерских вот этих приложений там, естественно, нету, да, и банковских как бы тоже не бывает, если там это используется. Ну, и здесь, наверное, можно чуть-чуть вернуться в начало нашего диалога, к вопросу там о наличии тех или иных готовых решений, средств электронной подписи. Вот средств электронной подписи на рынке немного, да, потому что немного, собственно, нас, компаний, которые их разрабатывают и реализуют на рынке. А вот конечных решений, да, куда интегрируются вот эти наши криптографические средства, которые, собственно, реализуют для пользователей вот эту конечную функциональность электронной подписи, их уже много и будет еще больше. Это нормальная ситуация. Как бы этого бояться не надо. Да, ну вот по комментариям, я вижу вообще их на самом деле очень много, мы не успеем на все из них точно ответить. Прошу прощения, коллеги, но я думаю, все потом перечитают чат, потому что прямо очень все активно, но в целом я вижу, что очень большая часть как раз вопросов по хранению самих ключей, да, где они хранятся, и люди даже пишут, что, наверное, это креугольный такой камень, да, и главный фокус внимания и просят нас поподробнее об этом поговорить. И, собственно, мы как раз сейчас уже дошли до этой части. Я прошу запустить для нашей аудитории опрос номер три. Какой из вариантов хранения ключей электронной подписи является для вас максимально приемлемым с точки зрения баланса удобства и безопасности? Это важно, да, то есть мы тут как раз говорим об удобстве и безопасности, а не только там в каком-то компромиссе. Обязательно голосуйте и посмотрим, что для вас удобнее. А пока я вас попрошу рассказать свое экспертное мнение, как все-таки это действительно удобно и безопасно. Я продолжу ту мысль, которую я начал, собственно, высказывать, что, в общем-то, для пользователя, и вот заданный вопрос, тоже будет очень интересно посмотреть на результаты опроса, но в целом, с моей точки зрения, как эксперт, собственно, в этой области, вопрос не очень корректен в целом, потому что наша задача с коллегами делать так, чтобы пользователи, в принципе, этот вопрос не интересовал и не волновал. Это наша зона ответственности перед регулятором. Собственно, это основной вопрос, который нам, как разработчикам задает лаборатория, которая занимается сертификацией исказы, мы приходим с вами исказы в лабораторию, аккредитованную ФСБ России, и первое, что она спрашивает, она просит нас объяснить, как, собственно, в наших исказы устроена работа с ключами. То есть понятно, что проверяется, в том числе, реализация криптоалгоритмов, но это о малое от всего объема работы. Основная проблема – это как раз-таки реализация механизмов защиты ключей, каким образом это реализовано в конкретном СКЗИ. Я уже говорил о том, что ключи никогда не хранятся на устройстве, неважно, мобильном или стационарном, в открытом виде. Более того, есть специальные требования, которые нас заставляют, в том числе и операции с ключами, производить максимально надежным способом. Есть определенные техники, правила, которые мы обязаны как разработчики соблюдать. Ключ, если говорить совсем примитивно, хранится в контейнере. Контейнер – это специализированный, стандартизованный, обычно стандартизованный формат хранения данных. Если изначально каждая из компаний придумала какой-то свой формат и считала его правильным и надежным, то сейчас, слава богу, мы уже прошли вот этот путь развития, и сейчас мы свои ключи и коллеги Криптопро и Инфотекс хранят в стандартизованных форматах. Это облегчает серьезную жизнь пользователю, потому что возможен обмен ключами между разными исказы разных производителей. И тем самым мы решаем вопрос совместимости наших криптосредств с тем, чтобы электронная подпись, выработанная в одном криптосредстве, могла быть проверена в другом криптосредстве. Мы эту работу проделываем регулярно и гарантируем уважаемым пользователям, что неважно в каком исказы вы подписали, в другом исказы другого производителя вы сможете проверить. Сложнее становится, когда мы говорим именно об электронной подписи в решениях, не в конечных приложениях, которые мы выпускаем и говорим, вот возьмите там Криптопро ССП или ВИПНОТ, там, КИА Клиент, и можете реализовать операцию электронной подписи. Вот когда мы говорим о решениях, когда пользователь работает с клиентом системы документа оборота, вот там действительно возникают эти вопросы, где и как ключи живут и хранятся. Если разработчик системы документа оборота взял просто какие-то крипто библиотеки, это очень часто происходит, и обычно разработчики системы документа оборота берут опенсорс на библиотеке, ну потому что за них не надо платить. Есть много примеров на просторах интернета, как собственно пользоваться этими крипто библиотеками. Их очень много разных, в том числе и с реализацией гостовых криптоалгоритмов. И вот собственно вот в этой ситуации действительно очень серьезный вопрос безопасности работы с ключами, потому что когда люди берут крипто библиотеки, они обычно в принципе таким вопросом не задаются. И очень часто, к сожалению, получается так, что если потом это приложение не проходит соответствующую процедуру сертификации, как криптографическое средство, как средство электронной подписи, то очень часто обнаружат, что там как раз ключи хранятся в открытом виде, чуть ли не в файликах, лежат в каких-то там обычных системных хранилищах или вообще в каталогах пользователей. И вот здесь эта ситуация может привести к очень печальным последствиям. Я правильно понимаю, что сейчас для приложений, ну например из тех же банков, да, вот как бы нету каких-то требований по тому, каким образом они должны у себя стерилизовывать хранение? Если банк реализует простую электронную подпись, как я уже сказал, она реализована во всех мобильных приложениях банковских, то здесь риски, собственно, я как пользователь такого приложения беру на себя, ну или там разделяю с банком. И, конечно, здесь все зависит от того, насколько хорошо разработчики этого приложения позаботились о вопросах именно безопасности своего приложения, а не только функциональности. Но если банк, ну опять банк-банк, ну просто потому что это те организации, которые чаще всего сталкиваются с задачей реализации таких механизмов, но если в мобильном приложении банка ставится задача реализации квалифицированной электронной подписью для обработки каких-то уже юридически значимых документов, которые по закону должны подписываться теми или иными должностными лицами или мной, как там, собственно, другой стороной подписания документов, как пользователя, тогда, собственно, к этому приложению, собственно, возникают все эти самые требования, да, как к средству электронной подписи. И в этом случае либо банк должен становиться разработчиком средств электронной подписи, получать соответствующие лицензии ФСБ России, либо обращаться вот, собственно, к нам, к разработчикам средств электронной подписи, и вот В такой коллаборации мы уже совместными усилиями можем реализовать правильно квалифицированную электронную платформу. Спасибо. Становится понятнее, я думаю, для меня и для аудитории, я думаю, тоже. Развивая мысль Дмитрия, с учетом того, что мы уже несколько раз так все более и более глубоко тему хранения ключей затрагивали, а вопросы продолжаются, и аудитория действительно, видимо, хочет немножко губиться, и мы этому очень рады, безусловно. Мы здесь ни в коем случае не стараемся что-то скрывать, скорее просто не хотим время отнимать теми подробностями, которые неинтересны пользователям. Я приведу пару иллюстраций того, о чем говорил Дмитрий, говоря о том, что многие из разработчиков, которые реализуют не усиленную квалифицированную подпись в своих приложениях, а просто какую-то подпись как-то там с помощью open source, здесь есть очень много подводных камней, о которых мы все знаем, и с лабораториями все время общаемся на эту тему. И не только про то, как хранятся ключи у нас активно спрашивают, мягко говоря, спрашивают, и лабораторий, и регулятор, но весь жизненный цикл, начиная с создания ключа, включая его хранение, включая его использование, включая его уничтожение, это тот путь, на котором подводных камней колоссальное количество. Я приведу до примера не ради страшилки, потому что мы, слава богу, всегда от этого защищаемся, а ради иллюстрации того, что мы знаем, что делаем. Если кто-то где-то в приложении когда-нибудь использует электронную подпись, российскую ГАСТовую, зарубежную и ТДСА, и при этом ни разу не просит вас потыкать пальчиком или поварить по экрану для анализации случайности, этот вкусный процесс, который занимает 10 секунд и многих раздражает, то большая вероятность, что то, что реализовано в приложении, реализовано так, что по одному значению электронной подписи, по одному значению всего лишь, можно само значение ключа восстановить. Если вы найдете когда-нибудь два значения электронной подписи разных документов, подписанных одним ключом, и у них некоторые компоненты будут совпадать, то по этим двум значениям можно однозначно восстановить ключ. Даже если ключ хранится в совершенно неизвлекаемом виде, никто его никогда не извлекал. Поэтому хранение ключа, как байтового массива 32 байт, это лишь вершина айсберга. Мы прекрасно знаем, как ее защищать, и поэтому, когда там были атаки а-ля Hardblit на OpenCSR, когда части данных из памяти извлекались и в канал утекали, было для нас не страшно, потому что все ключи, как уже Дмитрий сказал совершенно верно, никогда не хранятся просто в открытом виде в памяти. Они хранятся в виде нескольких очень серьезно защищенных массивов данных, которые правильным образом защищены. И утечка части из памяти не страшна абсолютно для пользователя. Но кроме того, мы думаем и о том, а как сделать так, чтобы, несмотря на то, что пользователь, ну, как бы сказать, зачастую, не читает документацию на криптосредства и использует его интуитивно, чтобы при этом сохранять реальную безопасность его ключей, чтобы никогда нельзя было ничего компрометировать, включая там полную защиту от дурака. Уничтожение ключей тоже важнейший процесс, потому что если ключ даже жил там год и три месяца, но при этом сертификат выдан на более длительное время, то если ключ был компрометирован позже, это тоже опасная ситуация. Поэтому доверие на уничтожение ключей в памяти, в облаке, в ХСМе, в распределенном виде, на токене, неважно, это важнейшая процедура. Ну да, об этом стоит подумать точно. Мне кажется, ты запугал уже всех. Я, по крайней мере, уже прямо... Это кусочек. Есть две темы, которые всегда к разработчикам средств, средств и средств и информации предъявляются. Хранение ключей и дача случайных чисел. Оба мы их озвучили. Если разработчик про эти две вещи не думает, про все остальное с ним бесполезно разговаривать. А если вот так говорить в целом, потому что ключевые носители и хранение ключей, про ключевую информацию, наша компания, наверное, такая вот. Мы только этим и занимаемся. По сути дела, есть один понятный и безжелезобетонный подход. Если его можно применять, то его надо применять. Ключи должны быть оторгаемые, ключи должны быть неизвлекаемые. Два прилагательных. Потому что тогда можно хотя бы что-то гарантировать, прямо можно гарантировать. Но если это нельзя сделать, то понятно, что все механизмы, про которые Дмитрий и Станислав сказали, они должны быть обязательно. Ключевое хранилище, это вот суть вообще как бы вот... Хорошо, а как тогда это сделать? Вот ты, допустим, для себя как эту задачу решаешь? То есть неотторгаемость и... Нет, ну я на рутокен ЦП беру... А, отторгаемость и неизвлекаемость. ...свои ключи физического лица, которым не нужен по работе. Сейчас вот все физические лица, которые работают в компаниях, раньше была коллективная подпись представителей юридического лица для того, чтобы там что-то подписывать. Сейчас мы используем ключи физического лица и МЧД. У меня на рутокен ЦП там был сгенерирован УЦ при помощи механизмов, которые... Вернее, сгенерирован мной, а УЦ просто подписала запрос и выдала сертификат. Вот я храню, вот у меня в кармане лежит там вот в сумке устройство, на котором это все есть. Радость в том, что отторгаемый ключевый носитель, это штука, которая позволяет работать в разных операционных системах, даже с разным исказы, как это как бы некромольно было звучать. Хотя, на самом деле, если так по-честному, вот для стандартных приложений там исказы у нас... Ну там работает основное одно там, да. Да, ну, слава богу, во-первых, есть разные решения, да, ну, хорошо работать. Во-вторых, мы при помощи технологий универсальных, которые позволяют для себя носителей, позволяем работать одновременно и на стандартном устройстве, там, ноутбук или стациональный компьютер, и на мобильном приложении, если у того же устройства, там, ну, токен, вот, может быть, одновременно втыкаться в USB-разъем, и у него, может быть, интерфейс NFC, который прямо на самом устройстве реализован, даже на таком же токене, как обычном, который можно приложить к портфону. Я как раз хотел об этом спросить, то есть есть такие модели токенов, которые я могу к своему мобильному устройству подключить через разъем или через NFC, да? Да. Можно даже, вот, сейчас вот есть уважаемые банки, которые даже такие проекты делают, они выдают, как доверие лицовываться ФНС, к лифтерной подписью на токене по стандартным технологиям, и этот же токен можно приложить смартфону, вот у Дениса есть такой проект, когда прямо вот берется к лифтерной подпись руководителя, она получилась удовлетворена лица или сама ФНС, он с ней работает, как с обычным устройством, со всем стеком технологий, которые сейчас есть, но он еще может добавок при помощи устройства, которое у него личное, приложить прямо к телефону, и он также подпишет к лифтерной подписью на мобильном устройстве. И при этом обращаю внимание, что вот даже здесь, даже в этой новой фразе, тоже есть много скрытых технологий, которые мы не рассказываем для сокращения, потому что NFC — это радиоканал, да? Да, да, и там свои страшилки, я как раз хотел тоже об этом сказать. А вдруг кто-то прижмется, да, вдруг кто-то использует. И от этого мы тоже ощущаем. Есть протоколы, смартфоники, которые, собственно, мы вот с Олегами в ТЭК разрабатывали. И вот даже этот маленький канал, коротенький, между телефоном и токеном, даже он защищен отдельным каналом связи, который, даже если рядом с вами стоит телефон в метро-человек и перехватывает весь канал и пытается еще активно взаимодействовать, он не сможет ничего сделать, потому что канал тоже полностью защищен. Это все стандартизировано, реализовано, сертифицировано, внедрено. И вот это все в этой кухне. Можно, да, я сейчас... Вся вот эта дискуссия, она очень интересно приводит к чему? Есть огромное количество технологий. Мобильная электронная подпись, подпись на токенах, подпись, ключи, которые хранятся, не знаю, файлам хранилища и так далее. Но с точки зрения законодательства российского, есть всего три вида подписи. Простая, усиленная неквалифицированная, усиленная квалифицированная. Если мы говорим про усиленную квалифицированную подпись, то по закону она равна собственноручной, независимо от того, сделана она на токене, сделана она в смартфоне и так далее. И сертифицированность применяемой технологии уже дает нам достаточную уверенность в том, что технология безопасна, что ключи не украдут, что криптоанализ не пройдет, не восстановят их и так далее. Поэтому, если мы говорим про, особенно если мы говорим про квалифицированную электронную подпись, то делить ее на мобильную или не мобильную, сделанную еще раз через NFC, через токен, через еще что угодно, смысла никакого нет. Она с точки зрения доверия должна быть не менее доверенной, чем все остальные. Ну, вот здесь слушатели просят назвать прямо конкретные сертифицированные решения. Я так понимаю, что речь идет как раз про работу с УКЭП, с усиленной квалифицированной штекрованной подписью для мобильных устройств. У вас есть такое решение, да? Ну, вот совместно с компанией CryptoPro решение называется комплекс DSS, приложение для аутентификации электронной подписи MyDSS. У вас тоже, да? CryptoPro ZSP, это решение, которое лежит в основе решений, то есть слово DSS объединяет у коллег из FTEK уже такой вот зонтичный такой бренд. То есть там были облачные решения для облачной подписи, сейчас решения, которые позволяют работать в разных вариантах, и в том числе пока мы ожидаем требований с локальной подписью, наше решение, да, CryptoPro ZSP, которое является поддерживающим как там работу с токенами, так и работу локальную, так и работу распределенную, в будущем это будет решение, которое называется CryptoPro ключ, которое уже в активной фазе разработки, оно уже анонсировано, ТЗ согласовано ФСБ России, и это некая новая веха, которая еще и интерфейсы позволит сделать более унифицированными, которая тоже будет. Но, по большому счету, криптография не изменится. Криптография ZSP, которая для iOS и Android и Aurora существует уже много-много лет. Спасибо, Дмитрий. Я бы хотел такой вот комментарий к всему, что было сейчас сказано. Мы комментировали, собственно, исходный вопрос, как правильно защищать ключи, как это реализуется на практике. Вот здесь, мне кажется, мы пришли к следующему, собственно, ответу, что если вы, коллеги, используете сертифицированные средства электронной подписи, то вы можете не задумываться над этим вопросом. Мы эти вопросы уже решили в составе своих средств электронной подписи. Но если вы используете критбиблиотеки, которые где-то нашли на просторах интернета, то это становится очень серьезным вопросом. И, скорее всего, самостоятельно реализуя механизм электронной подписи, вы допустите даже ни одну ошибку. Накосячат. Это, собственно, дает ответ на следующий вопрос. Чем отличаются сертифицированные СКЗИ, сертифицированные средства электронной подписи от критбиблиотек. Именно этим. Что мы в своих средствах электронных подписей всю работу с ключами, как это говорят программисты, инкапсулируем внутри, собственно, движка, механизм электронной подписи или более широкого по функциональности средства криптографической защиты информации. Скажи название. Критбиблиотеки обычно не содержат в своем составе механизм работы с ключами. Либо эти механизмы лежат на стороне операционной системы, и я вынужден им доверять, не понимая, как они реализованы. Даже если на них написано, там, ФИПС опрузит какой-нибудь. Где-то там кто-то смотрел, как смотрел и куда смотрел, нам неизвестно. Очевидно, что наш регулятор под этим никогда не подпишется, никогда не будет рекомендовать использовать такие подходы. Это, собственно, ответ, подводя итог нашему такому долгому рассуждению про то, как безопасно. Что назови имя еще. И да, назову все-таки конкретные названия наших уже продуктов компании Infotex. У нас есть несколько реализованных и сертифицированных средств электронной подписи, в том числе и для мобильных устройств, для операционных систем Android и iOS. Это, собственно, WebNet PKI клиент. Это приложение, которое в своем составе содержит криптопровайдер, то есть, собственно, механизм электронной подписи и работы с ключами. Это конечное приложение, которое ставится на устройство пользователя, и пользователь больше не должен ничего дополнительно туда устанавливать. Оно позволяет реализовать полный цикл работы с ключами электронной подписи и, собственно, реализовывать базовые операции. Подписание документов, проверка подписи документов, в том числе и шифрование там тоже есть. А есть другой продукт, называется WebNet OSSL. Это, собственно, реализация OpenSSL криптодвижка, но с ГАСТом и тоже с механизмами работы с ключами. И вот WebNet OSSL – это не приложение для конечного пользования, это приложение для тех самых разработчиков системы документа оборота. Вот, берите, встраивайте свои системы, и у вас не будет проблем доказать, что у вас с ключами все хорошо. Это наша забота, мы это уже регулятору доказали. И при этом также можно будет использовать внешние какие-то носители, тот же самый токен. Да, можно. Оба, названных мной, средства электронной подписи, работают с внешними криптотокенами, в том числе и токен компании Актив. Другие токены, которые на нашем российском рынке существуют, мы регулярно проверяем на совместимость работу своих продуктов, поэтому здесь тоже коллеги можете не мучиться вопросом, а будет ли оно совместимо. Будет. Если найдете такую комбинацию, которая окажется несовместимой, пишите, мы быстро поправим. Я на всяких разных мероприятиях говорю одну вещь, что мы с коллегами на вещи, связанные с совместимостью, с устойчивостью и с тестированием, тратим большее количество средств. На разработку столько средств на нее не уходит, сколько на то, чтобы все совсем работало, во всех кейсах, во всем разнообразии операционных систем и конфигураций, в которых работает электронная подпись. Это вот тот альберг, подводная часть альберга, которая всем не видна. Все спрашивают, почему так, почему столько, почему столько разработчиков, почему такая большая компания, потому что в реальности на это тратится безумное количество денег. Там вот госключая сейчас пошел большой рост, я прекрасно понимаю, сколько вам приходится, как называется, на доточку для разных версий того же сам Android, делать нюансы, которые при первом этапе были не видны. Вот, наверное, там расскажешь, потому что эта история такая. Бешеное количество денег тратится разработчиками средств крыльчизащиты для того, чтобы пользователь не замечал, как это работает. Чтобы это было безопасно. Ну, безопасно само. Я здесь хотел, на самом деле, добавить, вот сейчас мы обсуждали очень важный вопрос с сохранением ключей, но он, на самом деле, вот с точки зрения именно процесса работы средства электронной подписи неотделим, ну, по крайней мере, средства, которые формируют персональную подпись, неотделим все-таки от процесса визуализации документов. И даже если ваш ключ надежно хранится, никто к нему никогда не получит доступ, но вам показывают один документ, а на подпись уходит другой документ, это ни от чего не спасает, потому что вы, подписывая платежку на 10 тысяч рублей, на самом деле, подпишите платежку на 10 миллионов рублей, да, и не будете об этом даже знать. Поэтому как раз здесь вот важен комплексный подход к исследованию, в том числе, значит, с проверкой корректности визуализации подписываемых документов, ну, и там те ограничения... Ну, след просто добавить, что, собственно, данный вопрос является обязательно требованием федерального закона, да, я не смогу, собственно, пройти сертификацию механизма клифицированной электронной подписи, если у меня не будет в обязательном порядке реализован то, о чем говорит Антон. Да, ну, точнее, приказы. Да, вот в едином флаконе, собственно, сам механизм электронной подписи, хранение ключей, и здесь же визуализация того, под чем, собственно, я подписываюсь. И это история, которая в полном объеме применима именно к классическому документу обороту и к тем продуктам, с которыми работает человек. Но вот все наше обсуждение, которое идет уже полтора часа, оно не затронуло одной темы, которая тоже допускается законом, да, но про которую мы сегодня не поговорили. Это реализация механизмов электронной подписи и мобильной, в том числе, электронной подписи. И именно мобильной, в первую очередь, для систем, где нет человека. Эта система автоматизирована управлением каким-либо процессами, распределенная система сбора информации. Там тоже сейчас активно начинают применяться механизмы криптографической защиты информации, в том числе, механизмы электронной подписи. Но там у нас нет человека в контуре, ключи хранятся на устройствах, на каких-то там разнесенных удаленных датчиках или устройствах, которые что-то там выполняют, да, как-то там воздействуют на свое окружение. И вот там отдельный блок вопросов, как со всей этой историей быть, жить и работать. И это совсем не про документы, а оборот. Это про обеспечение целостности данных, неотказуемости от полученных данных и так далее. Ну да, это интересная, кстати, тема. Давайте мы сейчас еще, наверное, вернемся к этому, что выведем на экран результаты третьего вопроса. Результаты весьма интересные. Мы спрашивали, какой из вариантов хранения ключей электронной подписи является максимально приемлемым для вас с точки зрения баланса между удобством и безопасностью. Результаты оказались следующие. На токене с подсидением по проводу 18%, на токене или смарт-карте с взаимодействием по NFC 30%, в специальном мобильном приложении с заключением FSB 30%, на сервере в облаке 10%. И на сим-карте такой вариант тоже гипотетический может быть. Я знаю, на конференциях обсуждался и спрашивали об этом. В комментариях 4% проголосовали за этот вариант. Очевидно, это было бы удобно им. И какой-то другой вариант еще 8%. Какой, интересно, другой, что может быть. Напишите, что вы имели в виду. Прям очень интересно. Коллеги, что скажете? Я бы, наверное, лично проголосовал за первый вариант на токене с подсоединением по проводу. У меня как-то больше доверия, когда ты именно не прикладываешь, а втыкаешь. Как-то вот мне ближе это. Я бы, наверное, выбрал вот такой вариант. Ты только что говорил, что хочешь подписывать документы в смартфоне с сотрудниками. Ну, чтобы я к нему как-то присоединял, втыкал и смартфон, да. Мы же тут еще немножечко любим Apple пока еще. В 15-м айфоне уже есть разъем Type-C. Завтра уже есть рецепт устройства в таком на здоровье. Здесь, на самом деле, правильно обратную сторону опроса смотреть стоимость владения. То есть, когда мы говорим про токены, то если это 10 миллионов пользователей, то это уже ощутимая сумма, которую нужно потратить на эти токены. Поэтому, наверное, здесь вопрос, особенно когда речь идет о генеральных директорах, то это, конечно, в первую очередь токены. Сейчас они распространены, хотя есть и мобильные решения. А когда речь идет про массового пользователя, то им, конечно, удобнее, наверное, все-таки в смартфоне хранить без того, чтобы получать токены и где-то его приобрести. Потому что, на самом деле, если у меня на руках нет токена, то для того, чтобы его купить, все-таки я должен куда-то пойти. Ну, да, и еще денег заплатить. Если это будет откладывать операцию, которую я хочу произвести, я, скорее всего, и не дойду. Ну, или с большой вероятностью не дойду. Но если он у меня уже есть, например. Если есть токен. Если есть подпись уже вдобавок. Нет, то есть понятие, что есть какие-то вещи, связанные с кулисирной электронной подписью или с некулисирной электронной подписью. Когда операции производятся очень редко. Там раз в год, раз в два года. И понятно, что там такая вот, ну, есть такой кейс, мы называем его так, некоторой одноразовой подписью. Там мобильные технологии, конечно, кроют любые. По одной простой причине, что это можно сделать сразу. И потом даже вот некоторые УЦ выдают кулисирной электронной подпись на две недели. Потому что вот это снижает некоторые риски. Хорошая история, которая позволяет решить задачу. Еще на один момент давайте внимание обратим, что сервер в облаке выбрали всего 10%. То есть не просто так мы, когда начинали, вот Дмитрием первые два комментария давали, очень старались пояснить, что дистанционная облачная подпись – это один из подходов. Он отдельно, нормативно прописан в федеральном законе, но это технологически лишь один из вариантов реализации своей подписи с помощью мобильных устройств. И далеко не, видите, самый доверенный для большинства пользователей, то есть у нас почти половина, в общем-то, все равно предпочла бы доверять условно-уртокенам, так или иначе подсоединяемым, а не хранить ни в облаке, ни на мобильном устройстве. Да, мы действительно здесь не добавили момент части стоимости, но при этом тенденция понятна, что, по крайней мере, наши зрители, наши слушатели, профессионалы понимают, что физический отдельный носитель – это зачастую все равно очень хорошо. А что вариант с сим-картой или eSIM уже, да, сейчас активно используется, этот вариант мы когда-нибудь увидим? Давайте я кратко расскажу, конечно… Прямо кратко, да. Да, здесь предложить давать дело неблагодарное, я постараюсь. Технологии в целом проработаны, но никому не нужна одна-единственная сим-карта, произведенная в одном-единственном экземпляре, да. Требуется, чтобы это было все-таки массовым и сертифицированным в ФСБ, и удобным, и так далее. И вот, учитывая, что сама себе сим-карта не имеет интерфейса взаимодействия с мозгом пользователя или с экраном, она выводит только данные через так называемый сим-тулкит в кратком текстовом виде, протоколы, которые позволяют подписывать с помощью сим-карты, даже если мы сделали массовую, безопасную, прекрасную сим-карту с хранением ключей, решили вопрос о смене ключа раз в три года, или раз в год-три месяца. Даже при этом возникает вопрос про то, о чем говорит Аллатон, это визуализация документа. Потому что именно визуализировать он не сможет, нужно визуализировать неким синхронизированным специальным протоколом. Это можно все сделать, но это сложно. Насколько можно ожидать это в перспективе, но здесь не только вопрос технологический и криптографический, но еще вопрос, связанный с аппаратной частью, с чипами, с доступностью чипов, с массовостью. И еще, к сожалению, то, что вы сказали сразу, это eSIM, которая технология появляется у нас параллельно. И понятно, что eSIM, чип, который произойдет за рубежом, где-нибудь в Китае, но он не будет содержать сертифицированную криптографию. То есть нужно тогда менять. И вопрос совершенно правильный. А как тогда? Что с этим делать? Здесь, смотрите, разрешусь, Неслав, я добавлю, тоже, чтобы у нашей аудитории было понимание. Ну, что такое сим-карта? Да, сим-карта, это суть смарт-карта, это отдельный компьютер внутри нашего мобильного устройства. У нее есть собственный процессор, собственная память, да, собственно, у нее только подается питание, и есть интерфейс, через который сим-карта общается со всей остальной электронной начинкой телефона. Так вот, решение задачи мобильной электронной подписи на сим-карте технологически возможно. Но, во-первых, а, это нарушает стандарты 3GPP, на которых строится устройство связи. Не зря же сделан очень такой малофункциональный интерфейс взаимодействия сим-карты, который реализован в виде сим-меню. Это сделано намеренно, а не потому, что инженеры не подумали, да, вот вывести там отдельный провод из сим-карты. Это сделано намеренно, и это сделано для решения вопросов безопасности, информационной безопасности устройства, потому что сим-карта задействована в процессах аутентификации мобильного устройства в мобильной сети. Поэтому смешение нескольких функций, совершенно разных, по сути, функций, да, собственно, аутентификация мобильного устройства в сети и реализация механизма электронной подписи для конечного пользователя в одном физическом устройстве, это плохо с точки зрения информационной безопасности. Технически это можно реализовать, более такие реализации есть, да, когда сим-карту, ну, для этого требуется, по сути, изменение архитектуры устройства, можно задействовать, по сути, как некий криптовычислитель, как крипточип, да, в составе. Но если на нем уже при этом параллельно там крутится, значит, тот самый связной апплет, который реализует исходные базовые функции, ну, не здорово это, да. Это, во-первых, дополнительные требования безопасности к самой такой универсальной сим-карте, с учетом того, что, значит, там появляются вопросы, связанные с анализом, в том числе, аппаратного обеспечения, это все очень нетривиально и непросто. Поэтому, да, действительно, реализация подписи на сим-карте есть, но она тоже очень нетривиальная и, ну, на мой взгляд, не очень удобная для конечного пользователя. Легче все-таки ключи и подписи хранить отдельно, а не на сим-карте, и реализовывать электронные подписи в отдельном механизме, программном или аппаратном. Мы не сказали важный момент здесь, что вообще реализации были, то есть не то, что это решение из далекого будущего, были реализации, более того, сертифицированные реализации. Для дистанционной подписи, пока еще не была она выделена в отдельный пункт федерального законе, были решения, сертифицированные, в частности, наши, которые позволяли по классу КС-1 подтверждать операции, подтверждать, повторюсь, с использованием апплета на сим-карте. Повторюсь, класса КС-1, то есть самого низкого класса, который обычно для программных средств только допустим, и сам ключ не хранился на сим-карте, а на сим-карте хранился в апплете ключик подтверждения, ключик аутентификации, ключ сам хранился в облаке. Вот эта связка работала, она была сертифицирована, там, три года, по-моему, примерно. В общем-то, совершенно была легитимной. Но при этом, так как, говоря про сим-карту, все-таки обычно люди предполагают некое, либо радикальное повышение безопасности, если там все безопасно внутри сим-карты, либо некоторое повышение удобства, что только сим-карта нужна, а больше ничего не нужна. Вот, наверное, поэтому это не стало массовым. Потому что, к большому счету, да, вы добавляете дополнительный аспект безопасности, но вы и класс не увеличиваете, у вас все еще КС-1, и при этом вы не меняете особо удобство, потому что вам все равно требуется, там, иметь некий защищенный канал с сервером, требуется отдельный канал для визуализации. И да, это решение возможное, но оно не является чем-то выходящим на какие-то отдельные нишевые или нишевые... И очень важно, что это решение, о котором Санислав рассказал, оно может быть исключительно в клиент-серверной архитектуре построено. Сим-карта не может быть локальным средством электронной подписи, потому что я физически не могу в сим-карту передать данные, как пользователь. Передать можешь, ты не можешь их отобразить. Сим-карта не может быть аналогом токена по идеологии архитектуры мобильного устройства. Это стандарт 3GPP, Дмитрий вначале озвучил. Там сделано так, что это изолированная история относительно всего остального центрального процессора смартфона. Центральный процессор смартфона не может с сим-карты работать, как с токеном, который вот на смартфон. Да, в общем, здесь возникает много технических ограничений, нюансов, в том числе со стороны законодательства стандартного связи, о чем Дмитрий сказал. Давайте мы тогда пойдем дальше. Я попрошу запустить опрос номер 4 для нашей аудитории. В случае использования специализированного мобильного приложения для работы с мобильной подписью, что является для вас наиболее важным? Согласуйте, пожалуйста. А пока давайте обсудим именно штриски, о которых мы обещали, проговорить того или иного варианта стерилизации и хранения тех самых ключей. На токене мы с NFC сказали, теоретически кто-то к тебе может прижаться, ты его можешь потерять как-то, или кто-то у тебя может его взять, потом там незаметно обратно положить. Как вот с этими рисками работать, Дмитрий? В мире ничего не поменялось. Токен, смарт-карта – это устройство, которое весь мир работает. Пока ничего более понятного, технологически совместимо со всем остальным парком, с КЗИ, ничего не придумано. Это средства по стандартным интерфейсам. Есть интерфейсы, которые сейчас делаются уже новые. Станислав про защиту канала здесь говорил. Есть стандарт ССП, который компания Криптопор разработала. По этому стандарту мы еще более безопасно работаем протокол NFC. Это вот раньше не было, теперь появилось. И надо понимать, что если говорить про технологии NFC, это же ничего-то такое как бы новое. Мы все замечательно пользуемся бесконтактной оплатой. Наше устройство, карточка, литокен и платежная карта, с точки зрения физики, это такое же устройство, как карта мира, которую оплачивается на посттерминале и чем-то еще. И, кстати, у нас получилась возможность при помощи NFC делать электронную оплату, благодаря тому, что и платежные карты бесконтактно стали расставлены. Именно поэтому и Android, и iOS стали нормально поддерживать технологии. Она нам стала доступна. Поэтому релизки те же, технологии защиты такие же. Пожалуйста, уважаемые слушатели, делайте уникальные пин-коды, делайте так, чтобы никто, кроме вас, их не знал. Не отдавайте свое персональное устройство, на котором хранится ваше ключ электронной подписи. Кому-то другому не говорите, жене даже, какой у вас пин-код. На всякий случай, потому что всякое бывает в жизни. А как еще дополнительно себя безопасить? Ну, вот как нам говорит Федеральная служба безопасности, раз в три года в случае с неизвлекаемыми ключами, или раз в год в три месяца надо обновлять ключи. Это как бы просто по-другому нельзя электронную подпись использовать. И делать так, чтобы ваша подпись была именно ваша. Для этого есть технология машиночитаемой доверенности, для этого есть как бы текущий рынок электронной подписи и достареющие центры. Не отдавать никому. Ну, что хочется отметить, все равно в любом случае, там, смарт-карта-токен, да, значит, специализированные устройства, которые внутри себя умеют генерировать ключи, надежно их хранить, и никому не отдавать, и ни при каких условиях не показывать. Но проблемы реально возникают не на уровне самого устройства, да, за это отвечают компании-разработчики, а проблемы обычно возникают всегда на стыке. Устройство токена и мобильного устройства. А потому что, ну, сам все токены не можно взять чудесным образом, подписать документ. Да, необходимую информацию для подписания передать в токен. Значит, если это большой документ, то в токен его передавать может казаться очень долго. А сам все токены, это все-таки микрокомпьютер с небольшой усилительной мощностью. И переварить мегабайт, уж тем более гигабайты данных, он не способен. Поэтому обычно операция, связанная с выработкой того, что называется хэш документа, да, след, вот некий, след документ, который, собственно, подвергается подписанию, да, а не весь документ целиком. Вот эта операция практически всегда выполняется, да, выработка хэша на самом мобильном устройстве в приложении, да, то есть в программном коде. И на центральном процессоре самого устройства. И вот здесь действительно очень важно, как реализовано мобильное приложение. Всегда к токену или к смарт-карте есть ответное мобильное приложение. Оно может быть просто... Пользователь может его сам и не устанавливать, оно может быть заранее предустановлено на его устройство. Но оно всегда есть, да, которое реализует на разных уровнях операционной системы механизм взаимодействия с токеном, как с физическим внешним устройством. Поэтому действительно здесь важно не столько там проводной канал или беспроводной, да, для беспроводного просто дополнительные механизмы защиты применяются. а важно то, как реализовано ИЧИМИ, руками реализовано мобильное приложение. И здесь мы опять приходим к тому, что если мы заботимся о своей безопасности, мы как разработчик системы документа оборота, или мы как пользователь, то мы должны всегда задаваться вопросом проверки качества реализации этого кода программного. Вот эта проверка качества реализации, собственно, и есть суть процедуры сертификации. Если сертификация пройдена, есть соответствующие заключения, пользуйтесь, не беспокойтесь. Если вам предоставляют, говорят, вот средства мобильной электронной подписи, но заключения нету, значит, на сертификацию мы даже не собираемся нести, вот здесь сразу следует задуматься о том, а готовы ли вы доверять такому механизму мобильной электронной подписи. Да, давайте мы сейчас на экран выведем, у нас уже есть результаты опроса номер 4, в случае использования специализированного мобильного приложения для работы с электронной подписью, что является для вас наиболее важным. Удобство использования 20%, возможность применения при слабом сетевом соединении 3%, безопасность хранения ключей 50%. Ну вот я говорю, это краеугольный камень нашего эфира, да, вот мне кажется, где все это хранится, да, все наши секреты. Возможность мгновенной блокировки в случае утери, что устройство 17%, наличие всех необходимых государственных сертификатов 3%, мало кого волнует, кстати говоря, как мы видим, что есть сертификаты или нет. Главное, чтобы хорошо работало, да, ну тогда да. Вот, и другое, 7%. Кстати, были еще очень интересные комментарии о том, о какой еще другой, что может быть, вариант хранения ключей, предложили, например, в банковской ячейке, да, то есть это, видимо, какой-то вариант распечатанный, да, ну, например, гипотетически я могу распечатать какой-нибудь QR-код, например, да, и хранить его в сейфе, когда мне надо, я буду его фотографировать и при помощи него там каким-нибудь образом подписывать. Такая идея и сложная придумать для хранения. Ну, например, да, предлагают, да, ну или так, да, например, но опять-таки это не дополняет те варианты, о которых, собственно, у нас были в вопросе у нас про фаратокен. Нет, бумага хорошая, носитель информации. Да, бумаги. Прекрасная, пока его не используешь, а вот начнешь его использовать, все-таки учитываешь через камеру, Аптечка, 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 есть другая история. Да, еще вариант был, что Вячеслав предложил, что можно водить пальцем по планшету, например, по экрану и подписывать. Ну, соответственно, твой некий биометрический почерк. Очень интересно, да, действительно, используется в некоторых приложениях и даже в некоторых информационных системах используется вот это вот так называемое... Пример реализации простой электронной подпись. Это действительно простая электронная подпись, но только в том случае, если есть соответствующая нормативка, которая ее определяет, порядок ее проверки. Потому что вот на самом деле для вот таких механизмов с усиленной электронной подписью, с усиленной квалифицированной все совсем просто. В смысле проверки есть понятный порядок проверки, он для всех одинаковый, и можно четко сказать для каждой подписи, под документом верна она или не верна. И там цепочка сертификатов проверяется, что она действующая, что все сертификаты действующие. Когда мы говорим про неквалифицированную подпись, появляется необходимость установить либо соглашением, либо нормативным актом какой-то, значит, порядок, механизм проверки в том числе, ну, выработки проверки подписи. А вот с простой подписью здесь как раз начинается самое сложное. Потому что если мы говорим про проверку простой подписи, вот каким образом можно проверить, что вот эта роспись на экране действительно принадлежит тому человеку, который, собственно, расписан. Ну, а на бумаге как это делается? Это другой вопрос. Мы же доверяем? Нет, для бумаги не установлено... Исперимый интеллект. Для бумаги не установлено такое требование федеральными законами. И бумага это исторический способ. А для простой электронной подписи, 63-м федеральным законом, установлено требование, что ее порядок проверки должен быть определен. Поэтому, смотрите, у нас же есть там определенная скорость, с которой... Да, да, но это должно быть где-то описано. И обычные подписи, собственноручные. На самом деле, есть много разных процедур, графологического анализа. Да, и, в общем, когда мы приходим, например, к нотариусу, какие-то документы оформить, там, доверенности выписать, то одной из функций нотариуса является, собственно, с лечением. То есть закорючек, который ты поставил в документе, значит, стоит... Не как в паспорте. Который находится в паспорте. Да, потому что вот паспорт, это вот первый источник в данном случае. Да, конечно, мы не можем там с точностью выписать все загогулины, с возрастом это все там тоже начинает меняться. Но в целом, в целом, человеческий мозг способен с лечить с заданной долей надежности соотнести очередную новую закорючку с той, с той, с той, с той, с той паспортом. Здесь напрашивается другая история, да, вот с такой вариантом простой подпись, а давайте скором ее там искусственному интеллекту или в какую-то нейросетку, пусть она что-то слечит с чем-то. Ну, другие вопросы. Да, вот здесь комментарии есть, что в этом опросе, я думаю, что многие хотели бы выбрать сразу несколько пунктов, да, то есть важно не что-то одно, а набор факторов. Но я хочу обратить внимание, что все-таки основное, о чем беспокоится безопасность и хранение ключей. И все-таки вот, Антон, в случае с мобильным приложением, речь, как вы ранее говорили, да, идет там о неком контейнере, внутри которого эта информация о ключах сохранится. А что будет, если я потерял этот телефон или у меня его украли, например, да? То есть какие у меня возникают риски? Ну, смотрите, действительно, конкретно говоря про госключ, да, это вот как раз технология, про которую говорили гибридные подписи, то есть контейнер с ключом зашифрован на специальном ключе защиты, который, значит, в свою очередь защищен на ключе, который получается из пароля, который пользователь задает. И, соответственно, вот этот вот ключ защиты в контейнере хранится на сервере и передается на устройство только в случаях, когда санкционированная операция подписи производится. Ну, соответственно, там это все вот как это утка, значит, в зайце, да, там яйцо в утке, игла в яйце, вот, значит, таким же образом это все раскрывается. Сама утка на сервере. Да, сама утка на сервере прилететь должна, тогда, значит, так все заработает. И вот это все раскрывается, производится подпись, дальше, естественно, из памяти удаляется. Понятное дело, что если вы потеряли телефон, эта ситуация нештатная, такой сертификат хорошо бы отозвать. Но при этом для того, чтобы злоумышленник получил доступ к операции, даже не к ключу подписи, а к тому, чтобы выполнить операцию, должно совпасть несколько факторов. Он должен знать вашу пароль от ключевого контейнера, причем надо понимать, что эти пароли недоступны, значит, никаким администраторам на серверной стороне. Он должен инициировать легальную операцию подписания. Ну, то есть, например, знать ваш логин, пароль от госуслуг. А сейчас у нас, значит, на госуслугах ЕСИ включен обязательно второй фактор аутентификации. То есть он должен еще, значит, для того, чтобы получить доступ, еще и получить либо там, ну, какой-то второй фактор, там три варианта, в общем, да, подключить его. Соответственно, инициировать легальную операцию. Ну и третье, владеть устройством. Понятно, что владеть устройством, то есть он украл, и, значит, еще и уметь смочь разблокировать его. То есть, на самом деле, риски достаточно низкие, ну, в бытовом смысле. В теории, да. Да, но, конечно, значит, как и написано во всех, во всей информационной документации, при утере, значит, носителя, а это фактически носитель ключевой, необходимо действие сертификата прекратить. Значит, ну, для этого подается заявление в удостоверяющий центр на прекращение действия сертификата электронной подписи. Мы сейчас в... Удаленно можно же это сделать. Значит, это, ну, зависит, на самом деле, от удостоверяющего центра, но мы сейчас вышли изменения в 584-й приказ Минцифры, который регулирует порядок деятельности удостоверяющих центров. И он... Там появилась инновация, которая обязательной станет с сентября 2024 года, которая связана с необходимостью удостоверяющего центра подключиться к порталу госуслуг для возможности направления, значит, заявления на отзыв сертификатов электронной подписи напрямую пользователем из своего личного кабинета на портале госуслуг. Мы эту функцию уже, ну, практически откроем в ближайшее время, но, значит, будет больше, чем, там, полгода у удостоверяющих центров для того, чтобы реализовать это взаимодействие, и такие заявления от пользователей получают. То есть пользователь не просто будет видеть все сертификаты, которые выпущены, но и сможет прямо из личного кабинета подать заявление в удостоверяющий центр на отзыв сертификат. То есть это действительно ситуация, когда ты потерял ключ, может быть быстрее, чем, значит, обращаться в удостоверяющий центр лично. Да, ну, я здесь хотел, да, штатную ремарку, да, 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 ведь вот, что, Антон, ты говоришь, то есть вроде бы защищено, но у многих пользователей один пин-код там на все приложения, на госуслуги, на, соответственно, на госключ, и ты, соответственно, так с краем глаза увидел, что там человек вводит, украл его телефон, потом, соответственно, открываешь приложение госключа, открываешь приложение госуслуг и набираешь микрозаймов, а потом телефон выбрасываешь, у тебя деньги, у тебя все хорошо. Нет, ну, во-первых, на самом деле, так просто, что нельзя. Это микрозаймы, значит, все, на самом деле, эти истории с микрозаймами, это тоже, они не завязаны на только, там, какую-то уж пользователь, там, пароль слабый задал, да, это еще и связано с тем, что те организации, которые в этом участвуют, не соблюдают в полной мере требования Да, 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 это другой вопрос, но это схема рабочая сейчас. Ну, значит, и, соответственно, и как раз для того, чтобы защитить пользователей от таких вещей, вводится дополнительный механизм защиты, там, второй фактор, да, то есть уже большое количество пользователей, большая часть пользователей второй фактор подключили, соответственно, и они тем самым дополнительно защищены от таких мошеннических операций. Ну, а если второй фактор это, что смс на тот же телефон, то, соответственно, здесь будет... Нет, естественно, если вы потеряли сим-карту, у вас на эту сим-карту завязаны банковские приложения. Ну, да, 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 я в этом говорю. Конечно, нет, вы потеряли телефон, необходимо сразу идти к оператору. Мы продолжим сейчас, но давайте запустим вопрос номер пять. С моей точки зрения, это, наверное, может быть, даже самый интересный опрос, а какие ситуации больше всего вас пугают при использовании мобильной электронной подписи. Обязательно голосуйте, прям очень интересно ваше мнение. Не переключайтесь, у нас дальше еще будут интересные вопросы. Денис, а как у вас? Ну, вот защищается ключевая информация, и что будет, если пользователь потерял телефон или его украли с теми приложениями, где встраивается ваш SDK? Ну, я боюсь, что я сейчас не добавлю чего-то эксклюзивного нового уже к тому, что коллеги сказали. Ну, начнем с того, что во многих наших продуктах криптоядро как раз от коллег Криптопро, Криптопро CSP, и, естественно, что все механизмы защиты, которые используются, сертифицированы и так далее, и так далее. Соответственно, уровень безопасности при подписи, что в MyDays есть, что также есть решение PayControlGhost, которое мы для финансовых организаций в основном продвигаем для подтверждения финансовых транзакций. Вот здесь ничего нового, я, скажем так, к счастью или, к сожалению, не знаю, наверное, к счастью не добавлю. Хорошо, давайте тогда чуть дальше, что мы пойдем. Дмитрий, у меня вопрос, вот тоже очень многих беспокоит этот факт, и были такие комментарии еще к нашему первому эфиру по структурной подписи, который был весной, у Infotex, что есть уникальная опция, что ты можешь создать через мобильное приложение УК при помощи загранпаспорта, да, то есть ты... Не, только в Госключе есть. И в Госключе. Только в Госключе. Здесь следует просто некую историю. Да, это правильно, поправка, да. Но окей, да, хорошо, что поправили. Вот, соответственно, здесь тоже возникают риски, вот, и об этом люди писали. А что, если паспорт у меня что крадут или на время возьмут и создадут, соответственно, вот эту вот УКЭП, да, и начнут ей там распродавать всю мою недвижимость, да, там, или, я не знаю, наберут кредитов и так далее, как вы с этим? Я начну, Антон, меня дополнит. Просто надо рассказать некоторую историю появления этого продукта, этого решения. Дело в том, что в свое время правительство пошло на некий эксперимент, собственно, выпустил постановление правительства 1104, если мне память не изменяет, в рамках которого предполагалась реализация системы дистанционного оформления бизнеса. Да, то есть, чтобы вот я там, потенциальный бизнесмен, не ходил ножками куда-то там, во всякие инстанции, ведомства, значит, не получал кучу-кучу документов. Вот сел в мобильное устройство, установил правильное приложение и через него, не вставаясь с дивана, значит, открыл себе счет и оформил все необходимые документы. И, собственно, за реализацию этого эксперимента взялось несколько крупных российских структур, банков в первую очередь. И вот к нам обратились, а вот помогите нам такую историю реализовать. И на тот момент, когда, собственно, она начиналась, было предложено много вариантов, если не понять, 8, по-моему, вариантов, каким образом, собственно, удаленно можно провести процедуру идентификации, первичную процедуру идентификации пользователя. Но из всех этих 8 вариантов, которые мы, в том числе, и на Роскрипт все время обсуждали, была целая публичная секция этому посвящена, регулятор согласовал только один. Это как раз-таки использование заграничного паспорта, причем не любого, а только биометрического. С биометрией нового образца. В биометрическом паспорте у нас вот в эту пластиковую страницу вклеен чип, электронный чип, который, в сути, является смарт-картой. Собственно, на этом чипе при его выпуске происходит так называемая процедура персонализации, и на этом чипе размещается определенный набор персональных данных. Собственно, эти данные исходно там хранятся в соответствующей системе, на соответствующих серверах. Это государственная система. Она, соответствующим образом, защищена. Ей есть соответствующий уровень доверия. То есть это не какая-то коммерческая структура, эти все данные обрабатывают. Соответственно, у меня есть смарт-карта, фактически с моими данными, и она используется через тот самый интерфейс NFC, используется для того, чтобы пройти вот эту первичную процедуру идентификации. То есть у меня есть нечто, что в себе надежным образом содержит мои персональные данные. Да, там тоже уникальный неизвлекаемый ключ, который при выполнении вот этой первичной процедуры инициализации мой паспорт не просто говорит, да, это там, Дмитрий Михайлович Гусев. Нет, происходит определенный, не очень тривиальный протокол взаимодействия с серверной стороной для, собственно, решения этой задачи, доказательства того, что я — это я. Да, что вот... Просто этот вариант... Это мой паспорт. Но если я свой паспорт потеряю, биометрический, и, собственно, им воспользуется нарушитель, да, он им воспользуется и может выдать себя за меня. Ну, здесь действительно, Дмитрий правильно сказал, что... А потом, собственно, вот результат этого эксперимента, он был реализован, значит, коллегами на тот момент нашей дочерней компании InfoTex Internet Trust в приложении ID Point, да, ID Point — это мобильное приложение, к нему есть ответная серверная часть, да, системный документ оборот. А потом, собственно, это же решение перекочевало уже в госключ. Ну да, собственно. Передаю слово Антону. Вы продали уважаемым компаниям кусочек своего бизнеса, и это одно из таких немногих случаев, когда на рынке криптографии какой-то значимый кусок бизнеса перешел к другому юридическому лицу и успешно развивается. Да, и, по-моему, успешно развивается. Теперь стала понятна вся история, но все-таки с рисками-то как быть, да, потому что для многих стрелокантов в 22-м и в 23-м году это был, по сути дела, единственный вариант удаленного получения УКЭП, когда они не могли с ногами приехать или не хотели приехать в Россию удаленно, там, на андроиде, насколько я понимаю, на том, что они могли это сделать. Да, на самом деле, ну, Дмитрий правильно рассказал, действительно, это был эксперимент, собственно, который был признан успешным, и по результатам эксперимента в федеральный закон уже в качестве одного из способов идентификации вошла, значит, возможность идентифицировать заявителей по загранпаспорту. Собственно, все те, значит, нюансы и риски, они, на самом деле, сопровождают любой, там, процесс дистанционной идентификации, да, там, по тому же, на самом деле, есть дистанционная идентификация по действующему ключу электронной подписи. Тоже, естественно, риски того, что сейчас, там, токен или неважно, что это, значит, был передан или украден вместе с пин-кодом, соответственно, тоже, значит, приводит к тому, что, значит, получается сертификат, ну, в общем, не тем лицом. То есть понятно, что в любом случае при выстраивании процедуры дистанционной идентификации очень важно дополнительные меры защиты применять именно, там, организационного уже характера, не только технического. Технические, да, есть механизм проверки того, что это паспорт выпущен, там, государственным органом, то, что, значит, данные, которые содержатся в паспорте, соответствуют данным, на которые выпускается сертификат, но, помимо этого, нужны, конечно, определенные дополнительные эшелоны защиты, ну, как раз поэтому, собственно, обязательная идентификация через единую систему идентификации аутентификации в этом процессе применяется, соответственно, в сочетании мер защиты, которые, ну, позволяют снизить риски, значит, какого-то неправомерного использования и мошедничества в этой части. Ну, мы не просто так в опросе имели вариант ответа про отзыв ключей, на самом деле, отзыв сертификатов и блокировка ключа, это разные процедуры, она здесь всегда является крайне важной. Вот в точке зрения того, о чем мы говорили, в части загранов, конечно, критически важно, чтобы можно было быстро отозвать сертификат, если увидел, что получил кто-то его за тебя. В случае мобильной подписи есть в целом преимущество, о котором мы еще пока не поговорили, на самом деле, что сама блокировка ключа, если это клиент серверное решение, она гораздо более быстро может производиться, чем блокировка самого сертификата. А за счет чего? За счет того, что если ключ сам по себе не живет полностью в устройстве, а живет вот как в схеме госключей распределенной, как у нас в распределенной схеме, то заблокировав серверную часть, там, ключа, ключа защиты ключа, половины ключа, неважно чего, мы сразу же блокируем возможность использования вот той части, которая лежит на устройстве. Почему это важно? Потому что если вы телефон условно оставили в кафе, и вы понимаете, что есть что-то, что могло произойти, то вы можете заблокировать ключ мгновенно с помощью интерфейса вашей системы, а не просто подать сертификат на отзыв, который в течение 24 часов только отзывается. Ну, потому что в списке отзыва, сертификатов, они обновляются не мгновенно, а они там, ну, в зависимости от систем, там, 12 часов, 4 часа, но это не мгновенная операция. Блокировка ключа это мгновенная операция, если система совершена. Вот, собственно, почему я говорю преимущество системы распределенных, собственно, вот пример яркий, вот наши два, ровно потому, что блокируя серверную часть, серверную часть ключа, мы мгновенно избавляемся от риска, что ключ будет использован там, через секунду, через две. Это, да, это важно. Отметили этот момент, и это очень тоже глубоко зрящие люди, потому что это один из краеугольных камней безопасности вообще, возможность заблокировать свой ключ. Да, а какие... Надо не забывать, извини, Илья, что сам по себе возможность блокировки ключа или отзыва сертификата нарушителя может быть использована как, собственно, атака против пользователя. Поэтому, собственно, вот эти все механизмы отзыва сертификата или блокировки ключа, они сами по себе тоже должны предполагать безопасность реализации. И сами по себе они тоже требуют прохождения тех самых процедур аутентификации, чтобы не просто вот кнопка есть, она всем доступна, отозвать сертификат. Нет, так это не работает. Да, эта кнопка, на этой кнопке висит собственный замок, к нему тоже надо подставить. Мне бы хотелось еще иметь какую-то кнопку для временного или постоянного запрета на выдачу новых электронных подписей, например, да, если она у меня уже есть, я, допустим, чтобы исключить, чтобы кто-то еще мог получить, да, чтобы на госуслугах была такая галочка. Ну, у нас примеры такого рода нормативных актов есть, то есть есть услуга, ну, точнее, да, услуга Росреестра, которая запрещает представление третьими лицами интересов, то есть, ну, грубо говоря, не может, то есть я запрещаю приличные явки, то есть запрещают действия по доверенности, то есть мошенник, даже получив как-то или там сфабриковав доверенность, не сможет меня, там, мою квартиру, что-то с ней действия какие-то произвести. И, кстати говоря, можно эту услугу получить дистанционно как раз с госключом. Вот, но есть пример, вот сейчас рассматривает законопроект, который связан с ограничением кредитования, то есть, что там запретом на какие-то, на получение кредитов. Ну, вот, как бы тоже давно пора, потому что... Значит, интересное предложение по запрету на получение сертификатов, ну, видимо, квалифицированных сертификатов или неквалифицированных сертификатов, наверное, можно рассмотреть. Но кажется, что, значит, объем цифровизации у нас такой, что... Может, что-то боком быть и такое. Да, может, на самом деле, очень серьезно повлиять на доступность. Ну, вот у нас, знаете, историю с, там, вот, недавно очередями, значит, когда люди сдавали, значит, в ФЦ запрещали, значит, съемки биометрии. Значит, на самом деле, это совершенно, как бы, ну, такая странная операция, но, тем не менее, значит, она по законодательству доступна, значит, я запрещаю, значит, с меня снимать биометрию. Окей, сейчас стоят очереди людей, которые сдают биометрию, там, потому что всякие проводятся маркетинговые кампании. Да, это интересно. Это, значит, не всегда, не всегда, там, хорошая, ну, то есть, это может быть, либо манипуляция, либо каким-то, может быть, не очень, там, продуманным, осознанным решением, поэтому здесь надо понимать, что последует за тем, что мы такой запрет будем... Нет, допустим, перевыпуск разрешен, а выпуск новый нет, это сделано уже для юридических лиц, у нас единоличный, исполнительный орган юридических лиц, ИП-шников, они могут иметь только одну подпись, соответственно, когда приходишь делать новую подпись, она отзывается автоматически. То, что ты предлагаешь, ты предлагаешь сделать то же самое для физиков. Но это вот, наверное, тема другой совершенно дискурсии, в другом составе, представители Минцифр должны... просто те же самые банки, они навязывают искусственный тебе выпуск еще одной электронной подписи, хотя у тебя уже есть, но они говорят, нет, нам это не нужно, мы тебе сейчас быстренько еще свою выпустим. Ну, потому что они синтегрированы только с каким-то конкретным решением. Да, 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 но вот, собственно, вот это и порождает, да, вот эти все лишние процедуры и лишние электронные подписи. Давайте, что выведем на экраны результаты пятого опроса, какие ситуации больше всего вас пугают при использовании мобильной электронной подписи. Потеря смартфона 21%, взлом смартфона 6%, несанкционированный доступ к смартфону и ключам электронной подписи 41%, потеря носителя с ключами электронной подписи 14%, и клонирование с смартфона или носителя с ключей ИП еще 14%, что-то другое. Ну, вот такая вот интересная картина, как мы видим, больше всего людей пугает несанкционированный доступ, когда кто-то без вашего ведома взял телефон, открыл его, что-то подписал, что-то сделал и положил потом незаметно на место. Ну, это действительно правильно, что людей больше всего волнует, потому что самая страшная ситуация, это когда они просто тебя взломали, что ты еще об этом не знаешь. И эта ситуация может продолжаться, длиться какое-то время, и ты просто не успеешь даже предпринять какие-то действия. Поэтому, на самом деле, очень важно с точки зрения тех информационных систем, которые обеспечивают интеграцию со средствами мобильной подписи, чтобы они оставляли следы. Да, вот сейчас вся история, которая идет в госключ, она проходит через портал госуслуг, и, соответственно, в личном кабинете у пользователя появляется след, что он подписывал такой-то документ. А, то есть, логим в сети можно? Конечно, конечно. И он, соответственно, видит и документ, и подпись, может оттуда там скачать, и это у него, ну, в любом случае, он получает об этом уведомление, это мимо него не пройдет. То есть, если даже что-то вдруг случилось, там, кто-то, не знаю, жена подобрала пароль телефона и подписала там заявление на развод несанкционирован, значит, за него, на госуслугах, что он такой документ подписал и успеет предпринять действия. К вопросу сертифицированных, несертифицированных средств электронной подписи, логирование действий из КЗ это обязательно требование. Средства электронной подписи тоже. Вот если ты сам что-то там нареализовывал, значит, криптоалгоритмы и логи не ведешь, ну, вот, но при этом, собственно, опять-таки, к вопросу несанкционированного доступа и, значит, совершенно нелегитимных операций, опять-таки, если взять вот текущие наши примеры реализации мобильной подписи, то все наши приложения, они требуют, например, обязательного ввода пароля, да, даже не пин-кода. А вот если взять условные банковские приложения, то там часто достаточно либо простого пин-кода четырехзначного, да, либо вообще не мучайся, приложи палец, да, вот, замени это биометрией. И вот здесь тоже возникает риск, потому что подобрать пароль любого средства криптовалютической защиты еще одно обязательное требование, да, это проверка пароля на нетривиальность, если это правильно, хорошо сделаны средства электронной подписи. Опять-таки, любые какие-то там самопалы, никто этим обычно не заморачивается, можно там пин-код четыре нуля, четыре единички и так далее, все легко подбирается. Значит, в нормально сделанных средствах электронной подписи подобрать пароль реально сложно, потому что он там нетривиальный. И запрещено простые пароли задавать, четырехзначные какие-нибудь, там, трехзначные, там, раз, два, три. И тогда вот этот риск серьезно снижается, даже если у меня временно мой телефон кто-то там со стола достал, пока я отвернулся, а потом вернул, ну, максимум, что он сможет сделать, это разблокировать мой телефон, дойти до приложения мобильной электронной подписи и уткнуться, собственно, на вводе пароля. Ну, да, 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 это тоже важно. Три раза веет начинется, раз мобильное приложение блокируется, и надо подождать какое-то время перед повторным вводом. Хорошо, коллеги, у нас время уже, на самом деле, сильно поджимает, на самом деле, мы прям очень интересно с вами общаемся, и много комментариев от зрителей, но давайте мы запустим наш финальный шестой опрос, что вы думаете о мобильной электронной подписи после эфира, а пока что аудитория голосует, вы немножко что расскажете, подведете итоги и дадите краткие прогнозы и свой, что возможно, вижен общий на развитие этой темы там на 2024-2025 год. С кого начнем? Ну, давай, Денис. Ну, давайте. Ну, для нас, исходя из нашей специфики, как я говорил, мы очень много общаемся с финансовыми организациями, банками, и для нас сейчас самое перспективное направление использования мобильной электронной подписи это замена устаревших небезопасных способов подписания подтверждения финансовых транзакций. Это касается банковских организаций, брокерских, микрокредитных и так далее, потому что поле для мошенничества, которое, во-первых, создается технологиями, как я уже говорил, устаревшими, очень большое. Внимание регулятора сейчас на этот сегмент направлено, поэтому мы очень большие перспективы для мобильной электронной подписи видим в этом сегменте. При этом будет далее развиваться применение мобильной электронной подписи в классическом электронном документообороте, потому что не только банковские пользователи уходят в мобильное устройство, раньше сначала это были физлица, потом юрлица, сейчас уже даже на предприятиях, в корпоративных структурах возникают системы мобильного электронного документооборота, в котором тоже нужно подписывать документы. Мы все на ногах постоянно перемещаемся, поэтому с компьютером особо не побегаешь, поэтому здесь тоже перспективы для применения технологий очень большие, и работы предстоит очень много, поэтому будем работать. Хорошо, спасибо, Станислав. Мы, как и всегда, реагируем на пожелания и соображения наших партнеров, заказчиков и регуляторов, и в общем-то все у нас эволюционирует, не прекращаясь всегда. Безопасность повышать хранимых ключей электронной подписи в рамках мобильных устройств мы продолжаем, я уже анонсировал, какими путями движемся, и это естественный процесс, но момент, который еще я хотел обозначить, это возможность, если не легкого, то хотя бы бесшовного перехода существующих, как уже Дмитрий ранее говорил, очень давно существующих систем, которые давно используют электронную подпись, хранимую на серверной стороне, если эта система информационная имеет единые хранения ключей, токенов, неважно как, возможность перейти к системе на использование мобильной подписи, как ни странно, это то, что можно делать бесшовно, мы научились это делать, их технология Cloud CSP, которая позволяет систему, которую нельзя даже не то, чтобы переписать, а там даже исходные коды утеряны, и нельзя ее трогать, можно всего лишь настройками переключиться на использование вместо подключаемого токена, например, на использование ключа, который хранится где-то в клиентсерверной системе мобильной подписи. Это довольно тяжело звучит, но на практике означает следующее, если заказчик говорит, система у нас уже не менялась 10 лет, вот работает, мы ее не хотим трогать, но мы хотим вдруг использовать где-то в части случаев мобильную подпись, то мы говорим, да, это можно сделать, для этого нужно сделать раз, два, три. Это одна из тех тенденций, которые, мне кажется, здесь являются важными, это ни в коем случае не принуждение, не склонение к использованию мобильной подписи, а лишь предоставление вариантов для того, чтобы это можно было сделать в случае, если заказчик этого хочет. А мы сами как компания развиваем, естественно, и мобильную подпись, и стационарную, и ЧСМ, и работа с токенами, все решения параллельны друг к другу, независимо, так как у каждой из них есть своя ниша, так было и так будет. А заказчик действительно этого хочет, и мы чуть позже мы тут мало касались таких узких сфер применения, где мобильная и электронная подпись, единственный выход автоматизирует то, что не автоматизировано до этого, поэтому я вижу достаточно хороший кусок и для крабировщих компаний, и для нас так как компания, которая делает устройства с неизвлекаемыми ключами. А в каких областях? Это в первую очередь энергетика, у нас достаточно сейчас много проектов, и они в следующем году должны расшириться, там где должна быть квалифицированная подпись у сотрудника, который в частности допустим выходит на какой-то опасный объект, и он должен своей квалифицированной подпись подписать, ознакомление с правилами технической безопасности или другой документ, который нельзя подписать, или можно специальноручно подписать, или именно квалифицированной электронной подписью. И там технологии мобильной подписи, там планшет специально защищенный, карточки с NFC, которые у каждого человека, своя личная карточка с его кейпом, это вот, наверное, единственное решение проблемы, потому что там никакой рабочий, там в таких больших перчатках, там немаленький токен, там с Type-C не ватнет, это такой планшет, карточка, карточка, она у него лежит на нагрудном кармане, он при помощи нее и подписывает, и проходит там какие-то защищенные объекты для того, чтобы было безопасно, хорошо и удобно. Вторая сфера применения, и тренд, который я уже озвучил, это, конечно, желание там и нас, и уважаемых заказчиков сделать какую-то вот подпись максимально универсальной, ну вот я говорил про токен, у которого есть одновременно контактные разъемы, и он используется как обычный root-окен, и у него есть антенна NFC прямо на плате устройства, и его можно использовать для новых приложений систем электронных породов, которые работают на мобильных платформах. Это звучит, да, это звучит перспективно, что если бы такой, что если бы я, вернее, бы знал о таком в декабре того года, я бы, конечно, купил бы на перспективу, по крайней мере. Ну вот, у нас есть проблема у нашей компании, что у нас устройство очень долго работает, там, в некотором случае десятилетиями, у клиентов, да, да, вот, но у нас есть некоторый повод, там, обновить то многообразие наших устройств, которые же по всей стране работают, но новые, да, вот, как какие-то вот уважаемые компании, которые разрабатывают софты, у них обновления, новые версии, там, вот у нас все-таки устройства Middleway мы даем бесплатно вместе с нашими устройствами, а в основном получаем деньги именно с продажа устройств, да, вот, вот, в следующем году, я тебе подарю, конечно, вот, а другие, надеюсь, купят, там, наши устройства, которые одновременно используют контактный интерфейс, это бесконтактный, это такой хороший кусок и рынка, и новое удобство для пользователей, и я очень сильно верю, что в целом, как бы, то, что мобильные решения для электронной подписи станут доступны, расширит спектр применения электронной подписи, и документоборот станет шире, надо же задачи не отнять, а задачи расширить, как бы, мы здесь сидим для того, чтобы у всех было больше удобных механизмов работы с электронными документами, потому что электронная подпись, как бы, сама по себе, как бы, это ничто, но важно, чтобы электронные документы переходили с одного места в другое безопасно, они были юридически значимы, нельзя было от них отказаться, и это все вместе работало легко и быстро, потому что, как бы, у нас, в нашей стране, там, у меня вот есть друзья, там, странно загнивающие запады, говорят, то, как у вас устроена цифровация, то, как у вас устроен документоборот, нам и не снилось, там, как бы, вот, поэтому будем дальше работать на благо страны. Спасибо. Антон? Ну, мне кажется, что именно благодаря технологии мобильной подписи, там, за последние несколько лет произошел действительно качественный переход именно в сфере, вообще, электронной подписи. Это стало от, значит, технологий, которая доступна только, там, ну, достаточно квалифицированным специалистам, ну, или, там, специально обученным людям, да, и которая не является быстрой с точки зрения онбординга в нее, то есть, это нужно подготовить, нужно сходить, получить, установить, обновить и так далее. Это стало действительно возможным к применению в массовом сегменте, возможным к применению в массовом сегменте технологий. Поэтому, я думаю, что перспектива такова, что будут все больше и больше областей, именно тех, которые раньше либо вообще не цифровизовывались из-за, там, сложности, при этом, значит, невозможности обучить всех пользователей или, там, обеспечить их специальными средствами, либо те, которые, вот как Денис сказал, в которых применялись небезопасные или, там, устаревшие технологии, вот эти области будут действительно переходить на технологии электронной подписью, потому что с точки зрения именно базы криптографической, математической, это, конечно, ну, нагло выше, чем все остальные, там, механизмы простой подписи, там, и какие-то другие организационные способы решения, там, той же самой задачи целостности и авторства. Это первое. Значит, мне кажется, основными, вот, такими задачами и ключевыми точками ближайших лет будут, во-первых, вопрос интероперабельности и интеграции различных информационных систем с различными технологиями электронной подписи, то есть обеспечение именно взаимодействия, мы, на самом деле, для этого очень много делаем, для того, чтобы подключение, там, было простым и, ну, доступным, да, для всех, там, систем. И не только систем, да, там, обеспечение возможности получения в мобильном приложении всех видов, там, электронной подписи, то есть и, там, для госслужащих, да, у нас есть интеграция, там, соц. казначейства уже, и для, там, индивидуальных предпринимателей, которые, может быть, действительно, могли бы на мобильных устройствах более, там, широко использовать электронную подпись. И, ну, все-таки вернусь к вопросу, на мой взгляд, следующий качественный переход будет состоять в двух вещах. Это, во-первых, решение вопроса с визуализацией, который мы достаточно хорошо обсудили, и он должен быть как-то решен качественно. А второе, это решение вопроса с сертификацией процесса, а не продукта. То есть, когда требования регулятора и в соответствии этим требованиям подтверждается не за счет организации, там, сделали решение, отнесли к регулятору и, соответственно, получили заключение, потому что он долгий, соответственно, это медленный time to market с точки зрения новой функции и так далее. А именно с точки зрения сертификации процесса производства средств электронной подписью или средств со встроенными средствами. Ну да, это важно, потому что все-таки все-таки все очень быстро меняется, обновляются и операционки на мобильных устройствах, нужно обновлять и приложения оперативные, если все это тормозится, да, каждый раз, то возникает проблема. Мы об этом не поговорили, но я думаю, тут очевидно. Это все. Спасибо, да, Антон. Дмитрий. Да. Ну, мы как вендоры для себя видим в первую очередь очень важную задачу это снижение порога вхождения прикладных разработчиков в тематику электронной подписи в целом и мобильной электронной подписи в частности. Я уже говорил о том, что у нас уже есть готовые исказы с сертификатами ФСБ России, но мы по-прежнему видим, получая обратную связь от прикладников, что достаточно тяжело им пока еще осваивать наши исказы. Они должны погружаться в новую для себя терминологию, изучать новые для себя интерфейсы, криптоинтерфейсы. И мы здесь уже, в общем-то, эту работу ведем и будем ее продолжать вести с тем, чтобы прикладные разработчики, которые не криптографы, естественно, не обладают соответствующим образованием, подготовкой, не боялись бы использовать криптографические средства электронной подписи и делали бы это легко и непринужденно, не вставая на те самые грабли с изобретением самоопалов. Второе важное направление, мы его сегодня тоже коснулись всего лишь вскользь, каждый раз апеллирую к клиент-серверным архитектурам. Вот, собственно, на стороне сервера работает то, что называется HSM, криптографический аппаратный модуль, который, по сути, представляет высокопроизводительный криптотокен, но там очень много своих инженерных вопросов, связанных, во-первых, с обеспечением отказа устойчивости, надежности и так далее, потому что такой HSM в такой клиент-серверной архитектуре становится фактически точкой отказа, точкой риска существенного, потому что он в себе хранит большой объем ключевого материала, вот в ситуации с облачной подписью, он в себе еще и ключи подписи хранит, никому их не отдает и не показывает, вот для того, чтобы все это было надежно гарантировано и чтобы пользователи не боялись использовать HSM-а как средство хранения ключей, как средство выработки ключей, как средство осуществления операции, собственно, подписания, вот здесь перед нами стоит еще и перед коллегами стоит еще достаточно много таких инженерных задач, даже не криптографических, скорее инженерных, как это сделать надежно, тут и проблемы элементной базы, отечественной, неотечественной, и так далее, и так далее, и так далее. Третье направление мы для себя тоже, видимо, очень важное, по нему уже не первый год идем, это вот я вскользь в ходе эфира отметил, мы сейчас в основном говорили про документы обороты, тех пользователей, людей, которые им пользуются, собственно, применяют в посредневной жизни или там в бизнес-процессах, но это очень такое сильное сужение области применения, в принципе, механизмов электронной подписи, даже по отношению к нам, как пользователям, следует говорить все-таки о применении механизмов электронной подписи при обмене информации в рамках тех или иных информационных систем, когда это не документ, а формы, как документ, а какие-то данные в машиночитаемых форматах, потому что без этого никакой искусственный интеллект хорошо и качественно не обработает всю эту историю и нельзя подвергнуть такую информацию какому-то там логическому контролю. Но, если сделать еще шаг дальше, то это уже как раз автоматизированные системы. Это АСУТП, это интернет вещей, это индустриальный интернет вещей, это те самые безлюдные технологии. Потому что человек в любом случае всегда здесь выступает наиболее таким рискованным звеном и участком всей системы информационного обмена, больше всего подвержены разнообразным рискам именно человек. Железку гораздо проще сделать надежнее, нежели чем сделать надежным человек. И вот как раз в уже существующих системах либо вообще не применяются криптографические механизмы защиты информации и электронные подписи в частности, либо применяются но плохо, некорректно, поэтому такие системы подвержены сейчас серьезным рискам компьютерных атак, и собственно они атакуются по факту, взламываются, и мы считаем, что именно массовое применение в подобных системах механизмов криптографических, электронной подписи в том числе, это как раз таки вот тот самый путь в безопасное информационное будущее. И мы над этим будем активно продолжать. Хорошо, спасибо коллеги за свои прогнозы, в завершение давайте выведем на экран результаты опроса номер 6, что вы думаете о мобильной штекционной подписи по итогам эфира, что результаты получились очень оптимистичными, что убедился в пользе и безопасности технологии 33%, будут тестировать и использовать 41%, заевангелизировали 40% от аудитории. Это впечатляет. Пока это избыточно для меня ответили всего 8%, мне кажется, это рекорд по нашим эфирам, мне кажется, за весь сезон точно. Обычно скептиков гораздо больше. Участники не смогли доказать необходимость с мобильной электронной подписи 13%, но это нормально и ничего не поняли, о чем вы сегодня говорили за все безмалово 3 часа 5%, но это стандарт на самом деле. Что эти люди о чем они тут обсуждают? На этой позитивной ноте мы закончим. Спасибо вам большое за то, что были с нами, спасибо за экспертизу. От себя хочу сказать, что многие вещи, которые мы сегодня проговорили за 3 часа немножко у меня заиграли другими красками, да, и как-то я посмотрел на это с другой стороны чуть-чуть, и спасибо что аудитории за обратную связь, это тоже было что-то очень полезно. Плюс мы видим, что много аспектов, которые беспокоят рынок, о чем еще стоило бы поговорить более подробно. мы не затронули юридические аспекты, не затронули законодательство толком, да, там тоже очень много вопросов было в чате по этим темам, но я думаю, что у нас будут шансы сделать это в следующий раз, я думаю, к этой теме мы еще вернемся. Для тех, кто с нами был все 3 часа, я хочу сделать анонс наших следующих эфиров, 6 декабря, в следующую среду у нас будет необычный эфир, мы поговорим о психологической безопасности сотрудников, как их определить и что с этим делать, такая тема необычная, но интересная, особенно в текущий момент времени, а 13 декабря у нас будет такая прямо уже серьезная тема для инфляционной безопасности, это расследование инцидентов, если эти темы вам интересны, обязательно регистрируйтесь заранее на эти эфиры, не пропускайте наши анонсы, подписывайтесь на наш канал в YouTube и следите за новыми публикациями. Всего вам самого доброго и безопасного, спасибо, что были с нами, пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok